Девушки отдыхают Добрый день, уважаемые гости и дорогие наши новобранчные! Сегодня мы волнуемся вместе с вами и хорошо понимаем, какой ответственный праздничный день у всех вас. Мы рады приветствовать на торжественной церемонии и вас, дорогие гости, на церемонии двух близких вам людей. И надеемся, что сюда пришли только счастливые люди, люди, желающие идти по жизни вместе. Дорогие наши Алексей Сергеевич и Анжелика Николаевна, в вашей жизни сегодня состоится новое и яркое событие – регистрация брака. Сегодня вы впервые назовете друг друга мужем и женой, и эти слова надолго станут спутниками вашей жизни. Соблюдая торжественный обряд, и в присутствии ваших близких и родных я обязана спросить вас, является ли ваше решение вступить в брак взаимным и добровольным? Прошу ответить вас, Алексей Сергеевич. Да. Ваш ответ, Анжелика Николаевна. Да. С давних времен о святости брака напоминают обручальные кольца. Они – знак верности и непрерывности брачного союза. Прошу вас, наденьте друг другу обручальные кольца, и пусть они напоминают вам, что рядом всегда есть человек, который будет дарить вам всю свою любовь и нежность. Алексей Сергеевич. Анжелика Николаевна. Сегодня в полном соответствии с Фимейным кодексом Российской Федерации ваш брак зарегистрирован. Спасибо. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Поцелуем. Ну что ж, друзья мои, шикарный повод, прекрасный вечер. Но мне кажется, мы кое о чем забыли. О чем это мы забыли? Ой, что-то мне стало горько. Мне стало нестерпимо горько. Жених, невеста, надо бы посластить. Борько, 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 Борько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Браво, Борько, Борько! АПЛОДИСМЕНТЫ Что бы убрит этот Comedy жерpart. Львай, спасибо тебе огромное. Как ты молодец, как ты все здорово сделала. Для меня это удовольствие. Это ты, молодец, что настоял на свадьбе. Сереж, это молодежь. Это странная история. Они не женятся, а просто так живут. Ты ничего не понимаешь. Это называется проверить свои чувства. Надо их проверить. Поживут, проверят как следует. А потом регистрируются, а потом детей рожают. Да, правильно. Между прочим, такой подход к браку говорит о цивилизованности общества, к серьезному отношению к институту брака. Сереж, ты можешь попрощить, а не на лекции? Не знаю, что там с институтом брака. Но если бы Лешка не решил жениться, он бы, наверное, меня сильно разочаровал. Просто элементарный уход от ответственности. Получил, да? Потрясающе. Получил. Посмотрите, какая у нас невеста красивая. Красивая. Ой, божественно. Ой, Элина Петруна, все в вас прямо. Как же нашему автобусу повезло. Третий подарок в жизни. А первые два кто? Как кто? Мы с папой. А-а-а! От папы неземная красота. Она часть интеллекта. Да, неземная красота. А я ее сто лет не видел. Ты там же работаешь, да? Вы когда с Кирой разошлись, я потерял из виду совсем. О, вот это новости развелись. И так ее спокойно преподносят. Любаня, когда люди не живут уже 10 лет вместе, им штамп в паспорте даже очень, даже необходим. Да, Сереж? Да. Да. Ну, что касается меня, я все там же. Кафедра, старший научный сотрудник. Молодец. Ну, ты знаешь, стало много публика. А сейчас, по просьбе молодоженов, звучит музыкальный подарок для родителей. КРИК ГОЛОСОВ КРИК ГОЛОСОВ Окейна, Окейна! Ну, ну, пойдем. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Давай, давай, давай. Альтон, давай. Давай, давай, давай. Сиди, посиди, посиди. Альтон, хватит, пошли. Ну, зайки, смеи-то, Альтон. Давай-давай, добивайся. Так что там насчет штампа? Когда он бывает нужен? Ну смотри, допустим, ты моложавый, вполне симпатичный преподаватель, демократичный. Там у тебя студентки, аспирантки. И вот эти самые студентки-аспирантки вдруг узнают, что их моложавый преподаватель разведем. Они же тебя на клочки порвут. Да, хорошо, положим со мной все ясно. Тебе-то он зачем? Ну как зачем? Вдруг за мной начнет ухаживать какой-нибудь молодой симпатичный. Ну, во-первых, то, что у тебя нет никакого молодого симпатичного, это у тебя на лбу написано. Прочитать это могу только я. Это почему же? Ну хорошо, я тебе объясню. Во-первых, я у тебя один такой. Это не может не радовать. Во-вторых, как тебе сказать, ты привыкла к мужскому обожанию. Ты привыкла к мужскому вниманию. Ты ведь знаешь, только пальцем щелкнешь, и сразу вокруг тебя эскадрон. Тебе просто достаточно знать об этом. Вот и все. А в-третьих, ты не дура. Спасибо. У тебя мужской ум. И это отличает тебя от других женщин. Ты недостатки человека видишь раньше, чем его достоинства. Ну и в-четвертых, если уж говорить. Так. Об интимной сфере, то ты же знаешь, что лучше меня нет. Ничего себе. Поэтому у меня есть предложение. Сереж, отлепись ты от Кирзы. Ну что ты прилепился? Сереж, ты делаешь? Нет, нет. Смотри, смотри. Черт, да? Видишь, какой у тебя сват? Он даже пытался меня понять. Да? Мне кажется, он из тех, кому это только и нужно. Бау. Причем чужую. Ну, я думаю. Ну, не совсем чужую. Причем? Причем? Что он там натворил? Герой. Аккуратно. Я прошу. Лука, держи, как по урону. Давай, давай. Сейчас проснуешь. Ай-ай-ай, рука, рука. Простаешь, ну-ка. Смотришь. Ну-ка, давай. Смотришь, ну-ка, давай. Прощай, что ты умостный. Давай, давай. Руки, руки. Леша. 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 Иду, иду, мам. Иди сюда. Да, мам. Сядь. Ну, сядь. Это вам от меня. Ну, и от папы. Мам, ну зачем же, а? Нам этих конвертов, знаешь, сколько уже носовали? Ладно, лучше бы какую-нибудь вазу подарили. Было бы, что детям завещать. Вместе же живем. Деньги из кошелька в кошелек перекладываю. Нет, я, конечно, понимаю, что теперь как-то надо раздельно вести хозяйство. Ну, перестань говорить ерунду. Как жили, так и будем жить. Ты открой сначала. Пансионат солнечный. Романтическое путешествие. Номер для новобрачных. Ой, мама. Это недорого. Правда. Любаша с Антоном помогли, подсказали, помогли выбрать. Оно хоть и подмосковное, но очень достойное. Должен же у вас быть медовый месяц. Да нет, я просто... Что? В общем, ехать никакой возможности нет. Потому что мы с Ликой завалили, и нафиг все зачеты из-за этой свадьбы. Вот. Лешка, зараза ты! Турнут тебя из института, пойдешь в армию. Отлично. Молодец. Отличный поступок, замечательный, хвалю. Мам. Что, мам? Дам мне все эти зачеты. Леш, иди к нам, друзья, выпить хотят. Да иду, иду, сейчас. Леш, мы ждем тебя. Ну, иди уже. Отец зовет. Иду. Ну, что ж, друзья, а сейчас по старой, доброй традиции я прошу подруг невесты выйти в центр зала. Да, да, мы сейчас будем бросать на дверь. Невеста, идите сюда. А кто счастлив брак не может славить? Вы не можете уже ловить, извините. Ну, что ж, что ж? Итак, бросаем на раз, два, три. Так, тетя Люба. Так, потом сфотографируйте этот букет в последний раз, так сказать. Угу. Спасибо, спасибо. Итак, на раз, два, три. И невеста, раз. Дядя Антон, делайте ваши ставки. Я ставлю на Таню. Тань, ты знаешь свое дело. Ты бы лучше не про Таню думал, а про путевки. Таню, что я теперь с ним делаю буду с Винтусом? Я уже все придумал. Давайте туда поедешь, а? Что? Отчего? А мы пока с Ликой как следует подготовимся, наверстаем и пущены. Да, молодцы. Будете тут развлекаться. А я, значит, сосну на скамеечку на заслуженный отдых. Прекрасно придумали. Отлично. Сбавли, мать, молодцы. Все придумали. О, какая неожиданность. Вот уж вот. Какая неожиданность. Все. Оставьте молодой поездки. А подожди. Атон. Пока. Коля, иди сюда. Ты куда пошел? Иди сюда. Коля, пока. Телефон забыл я. Все, все. Иди сюда. Ильф веду тебя, до свидания. Все, все. Атон, иди сюда. Созла, как договорились. Ирина Петровна, до свидания. Серега. Серега. И все там, где Серега, и Василий. Коля. Атон, иди сюда. Все, ребят, пока. Атон, иди сюда. Сейчас я вам покажу. Пока, пока. О, Коля, приезжай. Атон, Атон. Красные ковылицы и брата. Прям ухачивал, реакции нет. Красные ковылицы. Красные ковылицы. Ты права. Стоп, 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 приехали. Кир, приехали. Понимаешь, что? Что? Это грех. А как он тут взял, Кир? Я блестящий. Ну, смотри, кто ты? Я-то абсурдист. Я могу показать. Спасибо, Монгол. Ой, ну, Кир, ну хватит. Ну, что хватит? Ну, спасибо. Все, иди. Ты что, уходишь? Посидите там. Что такое? Ну, что вы, девчонки? Лей-бог. Какие-то скучные. Ты помнишь, что у меня на свадьбе тоже букет поймала? Да помню. Ой. Ой. Где мои 17 лет, Антош? Что? Сделай нам, пожалуйста, чай. Любасевна, ну, для чая рановато еще. Давай ему по чуть-чуть. Ну, пожалуйста. Какие же вы счастливые. Как у вас хорошо. Какие вы молодцы. Это ты про это счастье говоришь? Ты знаешь, когда его привозят домой, я уже сплю. А когда его увозят из дома, я еще сплю. Никакой личной жизни. А у него голова занята, только работает. Ты говоришь, счастье. Люба, о внуках надо думать. Личная жизнь. А каких? Все туда же. Кира, о каких внуках? На тебя, когда посмотришь, тебе больше 31 года никогда не дашь. А Сережка на свадьбе прям глаз с тебя не сводил. Что ты там облизывал, обнюхивал. Сережка, это все уже в прошлом. Все. Впереди только внуки. Паркетинг, пускай за рот. Что скучные такие, девчонки? Что? Да вы свадьбу нашу вспоминали. Помнишь, Кирка же мой букет тоже поймала. А, точно? О, точно? Тогда поймала букет, потом Сережку поймала. Да, поймала. Ох ты. Все это было, было, было. А как будто вчера. Да, да, да. Жили медно, но зато весело. Весело, ну весело жили. Весело. Паркетинг, распускается рот. Весело. А сейчас, понимаешь, забота полонарод. А она же вся в заботах, вся в каких-то задачах не имея. Надо же одну квартиру обставить, вторую, третью. Квартира, студию. Ой, зачем я сказала? А что это у вас за студия? Ты опять живописью что ли занялась? Или что у вас сегодня? Скульптура? Фотография? Что? Ну, это какая-то необразованная. Ну, судя, это квартира. Ну, как бы не было, что такое планировки? Это я для Антошки старалась. Если он там на работе задерживается, чтобы сюда не возвращался, а там оставалось ночевать, да? Или там в театр сходить. Да, в МХТ. Планетарий сейчас открыли. Да, Планетарий, ты скажи, зачем ты тянешь что-то в дом? Она как сорока, потому что что блестит, вот самое модное, что сразу топ-поп-поп. Это бзик твой, это студия, вот это... Пускай занимается, если ей нравится, если ей есть возможность. Она же удовольствие получает. Пусть она занимается. Для чего? Вот я так сказал. Ну, внуков нет. Кому это надо? Да вам надо. Жизните на всю катушку, радуйтесь жизни. Пускай проектирует себя на здоровье, пускай обставляет. Пусть она делает, что хочет. Делай, делай. Буду. Как твой подарок восприняли, а? Послали меня куда подальше с моим подарком. Да ладно, что ты. Завалили сессию балбеса своей любовью. Ой. Будут пересдавать. Говорят, мать, поезжай сама. Ну, действительно, мать, поезжай сама, а Антон, как твой работодатель, тебя отпустит. Да, ну-ка, я пойду. А я похлопачула. Ну, Антоша, ну что, ну, зверь, что ли, отдыхай там своих молодых. Дай я поеду. Пойду я спать. С вами скучно что-то. Пойду я спать. С вами скучно. Подожди. А с ним весело. Кира, восприми это, как подобает. Я хочу, чтобы ты отдала это Алексею... Ну, ты с ума сошла. От дяди Антона. Да вы гуляли. Они недорогие. С ума сошли, ребят. Они недорогие. С билой, обижай. Не обижай. Ну-ка, заберите немедленно. Что ты это... Что я обиделся? Что такое? Все, иди спать. В конце концов. Нормально. Нормально, я тебе ничего помнить не буду. Убирай. Без пустых парк. Антош! Ёлки-палки. Любочка, я там на лестнице не разминулся с твоей аукциона, которая... Я... Стоп, 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 стоп! Стоп! Да стоп! Ёлки! Ну, что ты? Ну, купишь еще? Ну, стоп! А ты говоришь? Господи, какие же вы счастливые! Вот отдыхайте, Кирилла Анатольевна. Цветы не загубите. Хорошо. А меня поцеловать? У тебя жена есть, я с ней целуюсь. Кира Анатольевна, это несерьезно. Все, пока. Отдыхай. Пока-пока. Я тут одна как белка в колесе кручусь. Ну, а вы там не можете разобраться с цветами. Ну, какие лилии? Белые, белые лилии. Какие розы? Зачем розы? Мы же договаривались, должны быть белые лилии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а шампанское? Ведерко, холодная ведерко, лед, обязательно лед. Ну, конечно. Сейчас, секундочку. Подождите секундочку, пожалуйста. Я вас сейчас оформлю. Ну, да. Номер же для новобрачных. Договаривались. Шампанское, холодное. Девушка. Да, сейчас. Девушка. Вы новобрачных ждете? Я вместо них. Подожди, сейчас, секундочку. Это как? Ну, вы Смирнова ждете? Подожди, сейчас. Сейчас еще раз проверю. Так, так, так. Они просто не смогли приехать. Девушка, вы меня слышите или нет? Передумали, что ли? Что передумали? Подожди секундочку. У меня тут странные события творятся. Да. Ну, жениться в смысле. Передумали? Почему передумали? Просто не смогли приехать и все. Ага. И вас послали. Что значит послали? Ну, путевку, в смысле, вам отдали. Да никто мне ничего не отдавал. Это моя путевка. Девушка, вы что, издеваетесь, что ли? Да я ее купила. Сейчас, секундочку. Я все узнаю. Позовите меня, пожалуйста, директора. Не нужно директора. Я уже все оформляю. Номер для новобрачных оставляю? Или обычный? Предложите мне еще подстелить кого-нибудь. Да что ж такое? Черт. Невозможно, директора. Простите, вы мне не поможете? Вы извините, весь персонал занят встречей свадьбы. Я не могу сейчас вам помочь. Мне кажется, чемодан сломался. Извините, вы не поможете мне его дотащить? Я просто не справлюсь сама. Кажется, колесо заклинило, и все. Ни туда, ни сюда. Спасибо. Вот лифт, пожалуйста. Да. Придется, видимо, все-таки искать директора. Триста один, сто два. Триста один. Да. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Все хорошо. Лешка, тут все в таких цветочках. Лике бы понравилось. На самом деле вы дураки, что не смогли поехать. Ладно. Учите уроки. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Насколько я понимаю, ваши служебные обязанности заключаются в том, что когда к там приезжают гости, вы должны взять их в багаж и отнести им в номер. Когда они выезжают, вы должны спустить их багаж вниз и, если нужно, погрузить машину. Я правильно понимаю? Олег Сергеевич, она сказала, что сама донесет. Она так не сказала. Здравствуйте. А что, проблема какая-то? Что случилось? Здравствуйте. Нет, проблемы нет. Просто ваш чемодан стоит посреди коридора. Так я иду за ним. Нет, позвольте. Не надо меня трогать руками, пожалуйста. Не надо мне помогать. Уже помогли. Извините, извините, пожалуйста. Нет, все-таки вы понимаете, что... Я справлюсь. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Извините. Я хочу отдохнуть. Как будто ты умолкнулась. Добрый день! Здравствуйте. Сегодня прекрасная погода, правда? Вы знаете, обещаю, что завтра температура воды поднимется до 16 градусов. Вы представляете? А температура воздуха до 23 градусов. Выше нуля. По тельсию. И в первой половине дня ожидается дождь. Но в принципе, в принципе, без осадков. И ветер, обещают, будет дуть. Ветер будет дуть сначала умеренно, а потом сильно. А и вас я прошу перестать на меня дуться, потому что я больше не могу нести эту чушь. Это все ради того, чтобы вы меня простили. Простила. Всего хорошего. Так что ж хорошего? А как же экскурсия? Какая экскурсия? Занимательная, познавательная, увлекательная экскурсия в лес. Например, за ягодами. А вы что, экскурсовод? Да. Я думала, вы управляющая. Да. Я экскурсовод-управляющий. Знаете, я два в одном. Слушайте. Да. Управляющий экскурсовод. Идите управлять. Вы знаете, я как раз к вашему приезду взял себе помощника. И он справляется со своими обязанностями абсолютно без моей помощи. Так что моего отсутствия никто не заметит. А вашего? Вы когда-нибудь ездили на лошадях? Я не знала, что вы еще инструктор на верховой езде. Да. Во! Я, как выясняется, даже три в одном. Видите? Что вы еще умеете? Я умею делать все, но это не важно. Вы бы видели, какая здесь красота зимой. Вот сюда приходят лоси. Лоси? Видите, кормушка? Да. Вот сюда приходят лоси. Мы их кормим. Эх, хорошо! А если в вашем лесу грибы? Это большая тайна. На самом деле, это вторая часть нашей искусства. Поход за ягодами, грибами. Может быть, с этим даже лешим. Скажите, Кира, а вы в детстве в походы ходили? Ну, только в школе. Нравилось? Очень нравилось. Я тоже очень, да, любил. На время. Я профессионально занимался туризмом. Что значит на время? На время палатки ставили. Была команда, и кто быстрее поставит палатку. Да, я альпинизмом занимался недолго. Но долго занимался спортивным ориентированием. Да, вообще же это все было модно. Все эти походы с компаса. Это пионерская игра, помните? Пионерская зорька. Нет, не зорька. Как-то она называлась по-другому, по-моему. Зорька, зорька. Нет, зорька. Точно, зорька. Подождите. Что, 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 что? По-моему, я провалилась. Куда? Куда вы? Это не куда, это берлога, наверное. Давайте вылазьте скорее, потому что сейчас медведь придет, скажет, кто лежал на моей кровати, кто спал. Ой, мамочка. Не больно? Нет, вы не ушиблись? Нет. Ну, в смысле, ногу немножко, кажется, подержу. Вы знаете, я постарался как можно сильнее смесить для вас удар. Да. Спасибо. Ну, что, как надо? Нет, самое... Осторожно, осторожно. Что, немножко, по-моему, подвернул. Где? Вот здесь? Ну, что, растереть. Вообще, нужно холодное. А, нет, я не скажу, я уже лучше. Уже лучше? Да. Витя, потому что я биоэнергетик. Заманили в лес. Да. Уронили в берлогу. Да. Вы спасаетесь. Да. Теперь должен жениться. Спасибо. Между прочим, замужем. Да. Я, вообще-то, в некотором роде тоже женат. Ну, что ж. Тогда вопрос о благодарности отпадает сам собой. Это точно. Ну? Куда нам идти? Ну, вот-вот, может быть, вы не волнуйтесь. Я же занимался спортивным ориентированием. Вот, мы сейчас... Вы заблудили, что ли? Нет, что вы. Я здешние леса знаю, как свои пять пальцев. Вы по часам умеете, в стороны света... Меня только по коре. Люди! По-моему, нам туда. Ой. Почему? Ну, там какой-то шум. Или река, или шоссе. Мне кажется, река должна внизу. Нет, вам кажется. Вам кажется. Я же занимался спортивным ориентированием. Знаете что? Да. Благодаря вашему спортивному ориентированию мы тут уже пятый час блуждаем. Зато какая красота. Ой. Вы мне, между прочим, Олег, сказали неправду, кажется. Да? Да. Потому что нужно было повернуть налево. Так. А мы сами повернули направо. Правда, что ли? Да. И ходили трижды вокруг одного и того же места. Кирово-Чертовски наблюдательное. Знаете, я хочу вам признаться. Я вас обманул. Дело в том, что я никогда в жизни не занимался спортивным ориентированием. И, конечно, тем более альпинизмом. Я бы никогда в жизни не нашел выход из этого леса, если бы этот лес не был бы парком, принадлежавшим нашему пансионату. Что? Я виноват. Я... Это вы пять часов меня водили по собственному парку? Нет. Ну да. Вы бросили меня в берегу. Ну, подождите. Я... Я же... Я хотел просто... Ну, подождите, вы посмотрите, у вас... А у меня все это вы в рай у меня! Вам же ж было приятно! Я не в рай! Простите меня, пожалуйста. Нет, не прощу. Ну, пожалуйста. Я ни за что не прощу вас. Даже не простите. Я вас очень прошу. Не надо меня трогать, пожалуйста, пальцами. Я не трогаю вас. Я не прощу вас никогда. Вы вообще не достойны прощения. Почему вас не прощу? Слушайте, я кажется... Давайте поищем. Да что вы делаете? Нет, я ищу карточку. Я справлюсь, я найду карточку. Если вы потеряли, то пойдемте в лес. Поищем. Открывайте. Между прочим, опасно доверять мужчине, который вас обманул, открывать дверь в свой номер. Я вам дала шанс. Простите меня, пожалуйста. Перероспитаться. Простите. Ну, прощу. Ну, пожалуйста. Нет, ни за что. Почему вы такое... такое каменное сердце? Ну, окаменел в лесу. Пустите меня, пожалуйста. Правда. Так, дайте мне пройти. Никуда не уйду, пока вы меня не простите. Никуда. Дура. Гимназистка-переросток. Так. Держи себя в руках. Гимназистка-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток-переросток Я бы сейчас съела слона. А я бы двух. Ну и что лежишь? А что делаешь? Иди. Куда? На охоту. В лес? Ну в лес. Нет, я в лес не пойду, там мой медведь, я его боюсь. Ты что не могу? Врал? Нет, ну я не настолько близко просто, понимаешь? Нет, ну здрасте, здрасте, а тут разные вещи. А ты меня дождешься с охоты. Я буду стараться. Тебе опасно оставлять одну. Подожди, я сейчас по-другому скажу на охоту. Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, мы можем заказать ужин в номер? Можем? Боже мой, пустой праздник какой-то. Будьте любезны. Значит, праздничный ужин в номер... Какой у нас номер? Я не помню. А где надо брать? Я не помню мой чёрт Kraust. Можно нет больше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты чего? Красиво. Даже уезжать не хочется. Ты знаешь... Я так боялся, что ты примешь меня за старого неудачливого лавеласа. Ну, а что? Так и есть. Разве удачливый лавелас на первом свидании будет рассказывать о том, что он женат? Так, иди. Давай. Ну... Вообще-то я женат формально. Мы встречаемся с женой один раз в год на день рождения дочери, а так и живут здесь, а она в городе. Олег, ну, пожалуйста, не нужно. Ни к чему это все, и... Я все понимаю. Мы взрослые люди. К тому же я тоже замужем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Честно и спокойно. Ну, а как еще? Лучше честно, правда? Конечно. Я вообще никогда стараюсь не врать. Молодец. Ну... По крайней мере, с тобой я абсолютно честна. Спасибо. Пожалуйста. Нет, ну, если совсем честно, то я тоже, в общем, формально. Ну, мы с мужем много лет живем на разных территориях. Ну, мне очень нравится статус замужней женщины. Формально замужней, да? Поеду, пожалуйста. Сейчас дочь пойдет. Я догоню! Догоняй! Что за жизнь? Обещали месяц отпуска. А далее всего десять дней. Может, останешься еще на пару дней, а? Уговоришь начальству? Не отпустят. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что? Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Да, Олег. Хорошо добралась. Что? Плохо слышу. Завтра? Да, могу. Куда? В кино? Хорошо. Хорошо. До завтра. Мать, ты вернулась. А я думаю, чем так вкусно пахнет? Я тебе дам мать. Сам ты мать. Кира Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что у нас на обед? Что Бог послал. Мам, у нас новости. Хорошие новости. Неужто сессию сдали? Мы беременны. Что? Лику бы надо на сохранение положить. Что? Волнуюсь я. Я так и знала. Кира Анатольевна, давайте я вам помогу. Спасибо. Сиди уже. Помощники. Ну, что ж. Внуки, значит, внуки. Я неделю назад просила вас это изменить. Что, было трудно? Я понимаю, что выходные дни очень-очень сложно как-то напрячься. Но будьте добры, сделайте, пожалуйста. Это мне завтра нужно отдавать работу. Здравствуйте. Еще раз напоминаю, вот эту перегородку нужно убрать. Вот эту... Всем привет. Я сейчас. Эту перегородку нужно убрать и сюда перенести в вот эту часть. Здравствуйте. Я вас уже неоднократно просила это изменить. И неоднократно вы мне говорили, что вы меня поняли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Будьте добры, сделайте, пожалуйста, зато что не могу. Алло? Да, Любаша, ты сейчас. Кир? Смотри, как тебе? Здорово. Ничего себе. Красиво. Ну что ты, в самом деле, ну, что ты делаешь? Антош, мы ее все-таки бронируем. Кира, иди сюда, посмотри. Смотри, какая вилла, да? На русскую похожая прям. Красиво. Покупаете, что ли? Вы же в студию не достроили. Да не, мы на отдых собрались. Все, мы ее берем. Кира, поехали с нами. Кира уже была в отпуске. Ну, не жлобничай, Антош, ну, на одну недельку. Люб. Алло, девушка, нам три чай, пожалуйста. Алло, Любочка, мне правда, мне надо поработать немножко. Ты меня не любишь. Я обожаю тебя. Ну, Любочка, ну, пойдите, пообщайтесь с Кирой. А потом мы поедем в ресторан, поедим там, да, обсудим все. Правильно? Алло, девушка, а чай от меня все поедали. Нет, ребят, простите, не могу сегодня. Занята, ну, правда занята. Да ну тебя, Кира, как Лика забеременела, я вообще тебя не вижу. Что ты там делаешь-то? Предано, что ли, для внука готовишься? Нет, ну, все это, конечно, прекрасно, но о друзьях тоже нельзя забывать. Поехали. Куда? В ресторан или на виллу? И туда, и сюда. Да. Правда, не могу. Прости. Прости, позвоню тебе вечером. Пойду работать. А ты? А? Что? Я готов? Какой ты у меня прекрасный, господи. Дай я тебя поцелую. Мой колючий. Ну, на работе, в конце концов. Ну, что ты? Я решил сделать тебе сюрприз. Ну, давай, давай. Мы поедем в пельменную на Арбате. В пельменную на Арбате? Да, в пельменную или чебуречную. Ну, что, выбирай на вкус. Соботятиной. Да ну, что ты, ну, что ты. Я сам, я сам. Вот, мой хороший. Привет. Привет. Поедем, пожалуйста. Ну, поедем. Скорее. Что значит скорее? Это кто говорит? Человек, которого я здесь полчаса жду. Ну, уж не полчаса. Ну, да, не полчаса. Иван Иванович, между прочим, уже рыбу подкоптил. А сейчас мы приедем, я приготовлю. Знаешь, что я сейчас приготовлю? Что, мне лобой откормливаешь? Нам не так уже ни одно платье не сходится. Так это же хорошо. Это замечательно. Я люблю, чтобы посащение. Все, поехали, поехали, поехали. Ну, поехали, пожалуйста. Ну, поехали, все. Поехали, все, поехали. Поехали, все, поехали. Что? Что? Что такое? Что? 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 Вставай, все, нет, не вставай. Сейчас, подожди, подожди. Я сейчас слез принесу, подожди. Елки-палки, ну. Сейчас, 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 сейчас. Лежи, не вставай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Люба? Что случилось? Я в Англию к дочери уезжаю. Буду там на охоту за лисами ходить. Все. Любаша, какая Англия? Ты что, вы же на острова собирались с Антоном? Все. Помощь мчится. Помощь мчится. Никуда я не поеду. Никому не нужна. Детям не нужна никому. Любушка, ну дети. Ну, Люба, ну дети вы... Ну, дети выросли просто немного. У них своя жизнь просто, ну, мы, конечно, им нужны немного меньше. Что произошло? Ну, Паша. Муж тоже вырос, да? Антону я вообще не нужна. Я знаю, моя. Я не знаю, что у вас там случилось с Антоном, но ты же максималистка. Я не знаю, ты что хочешь, чтобы он... Я ничего не хочу, Кир. Мне так плохо. Приезжай ко мне. Кир, если ты не приедешь, я не знаю. Я не знаю, что я с тобой сделаю, Кира. Подожди, подожди, подожди. Подожди, пожалуйста. Подожди, подожди, пожалуйста. Все куплено в лучших магазинах Европы. Вена, Париж. Так, что вот этот тут костюмчик нам в Италии втюхнули. Ты знаешь, мы когда с Антоном проектировали этот дом, решили, что у нас будет большая гардеробная. Ну, чтобы сюда все впихнуть. Да, я помню, Людмиленко 14-го или 16-го. 116-го. 20 лет назад это было. Это была первая большая вещь, купленная. по зарплату. Ты знаешь, какие мы были счастливы? Мы прям выпрыгивали из штанов. Чем-то только не делали в этом гардеробе. А сейчас у нас новое приобретение. Яхта. Будь она неладна. Ты знаешь, мне через полчаса на ней стошнило. Кир, ты в русском языке сильна? Скажи, про меня можем так сказать? Старый, опытный камикадзе. Можно? Нет, нельзя. Камикадзе это одноразовая вещь. Что случилось, Людмония? Кир, я от тебя никогда ничего не скрывала. Я боюсь, ты не поймешь. Вот не поймешь. Видимо, я не очень сильна в русском языке. Переведи, пожалуйста, последнюю фразу. Ты не представляешь, что такое большие деньги, Кира? Не дедушкины, не бабушкины, а свои, злобы сленые. Почему не представляю? Читала. Ты знаешь мое отношение к деньгам. Есть хорошо, нет заработаем. Вот. А он уже заработал. Понимаешь? Все есть. Дети в Англии, дома, квартиры, яхта. Все. Мужа нет. Кира. Кира. Кирыч, я чувствую, что я его теряю. Люба. Люба. Ну, я же помню вас совсем другими. Ну, совсем другими. Разными, но другими. Я же помню, когда его последние отдали, чтобы мне квартиру купить. Ну, не может такого быть, что вы все чистое, все настоящее, все большое, что у вас есть. Ну, не могут это уничтожить, большие деньги. Ну, не могут просто, понимаешь? Ладно, Кир, ладно. Прости, что-то я тут театр разыграла. Будем жить, как все. Как люди. Сиди, бредного люди. Алло. Олег, прости, пожалуйста. Как там твоя подруга? Ну, не просто все. Я так понимаю, что ты остаешься там. Мне, наверное, нужно с ней побыть. Ну, если нужно, значит нужно. Ты прости, пожалуйста, я выбегу, ладно? Я тебя целую. Пока, до встречи. Пока. 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 Денис, когда у тебя Настя была беременна, ты что делал? Токсикоз? Ты мне объясняй, что это. Ты что делал? Денис, дай мне Настю. Дай мне Настю. Лешка. Все, потом перезвоню. Мам. Привет. Хорошо, что ты приехала. А я думал, все, совсем к тетюлюбе перебралась. Так радоваться надо. Все же мечтаете, мать с рук сбыть. Не, не, ну ты что? Ты что думаешь, мы совсем дураки? Где я харчеваться буду? Кто за внуком будет смотреть? Тоже я. Как Лика? У доктора были? Были. И что? В общем, врачи ничего понять не могут. Каких-то препаратов ей прописали. Дополнительные исследования за бешеные деньги. Препараты мы приняли. Ей плохо, ее тошни. Ее из консультации хотели на скорой помощи ввести. И что? Что, что? Я тебя ждал посоветоваться. Леша! Надо же к другому врачу срочно ехать. Господи, боже мой. Отец. Что, мама? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Марина? Да, Кира, привет. У меня проблема. То есть не у меня. У невестки моей. Да, сегодня. Визоветка, через месяц. Да, через полчаса будем. Хорошо. Спасибо. Кира, ничего страшного не вижу. Никакого повода для паники. Будем наблюдать. А пока домой. Домой, домой. Ладно, Марина, спасибо. Кира, а тебя я попрошу остаться. Зачем? Ты скажи, голубушка, когда ты последний раз сама проверялась? Я подограла. Подожди. Дети, вы можете идти домой. Я через Киру Анатольевну передам все назначения. Кира Анатольевна, ну мы идем? Идите. Мам, мы тебя подождем. Идите. Идите. Ну идите, идите. Я доберусь сама. Идите, Лика устала. Идите. Присядь. Спасибо. Спасибо. Голубушка, ну ты даешь. Пять недель беременности. Поздравляю. Кира Анатольевна, ну как? Вы чего молчите? У вас нашли что-то? Золото и бриллианты. Ничего мне не нашли. Здоровую я абсолютно. Кира Анатольевна, ну что вы переворачиваете эту рыбу? Она уже готова. И овощи тоже поспели. Вы садитесь, я сама все накрою. Леша. Тебе велено было лежать. Пила витамины. Пила, пила, пила. Мама, я уже все вымерил. Коляску нужно ставить с кроваткой у окна. Во. Мам, ты чего? Не хочется есть. Ну, что тебе положить? Мам, у меня полным-полна тарелка. Кормячая бабушка. Над именем думали? Тимур! Отлично. Прекрасное имя. Почему не Калистрат? Или не Истафий? Ничего себе. Кирина Анатольевна, я сварила кирпичу. Кирина Анатольевна, я сварила кофе. Между прочим, некоторым с кофе пора завязывать. Молоко пей. И ешь творог. Давай-давай. А вы будете творогом? Ну, давай, помогу тебе. Мы с Любашей в магазин сейчас поедем, свежего купим. Кирина Анатольевна, есть такое слово «надо». У женщин старше какого-то, я не помню какого возраста, кости становятся хрупкие. Это называется… Остеопорос называется. Да. Поэтому вам с мамой, с моей мамой, обязательно нужно кушать творог. Там кальций. Да. Куда не кинь, везде кальций. Ну, не могу. Ой, ладно. Ну, вы оставьте, я сама уберу. Хорошо. Пойду собираться. А то опоздаю, и у Любаши приедет сейчас. Не задерживайся, доктор ждет. Как там тетя Люба? Так, сначала в салон, потом в магазин, и сразу ко мне. Нет, подожди, ты что? Ты же обещала меня забросить. Я что, с сумками домой поеду одна? Да заброшу, я тебя заброшу. Ну, сначала ко мне. Просто Иван Петрович должен занять. Я хотела вас познакомить, поедем. Что за Иван Петрович? Сосед. Ну, в смысле, в соседнем поселке живет. Профессиональный заводчик хаски. Медалист. Ты что, это решил себе хаску завести? Да нет. Зачем он нам? Как это зачем? Что же мы, молодые и красивые, будем в одиночестве с тобой сидеть? Нет уж. А он свободен. От него жена в прошлом году ушла. А он не рассказывал, почему от него жена ушла в прошлом году? Кир, ну, это ж мы с тобой должны сообразить, почему. Ну, так все сказать, девица-то была. Кроме спортивной одежды и куртки, по-моему, от родясь ничего не надевала. А у тебя какие новости? Будет ребенок. Я вела. Как Лика себя чувствует? Лика как Лика. У меня, Люба, будет ребенок. Поняла. Боишься, что тебя бабушкой будет называть? Так тебе и надо. Просто непозволительно молода выглядишь. Наоборот, радуйся, Люба. Потому что у меня будет ребенок. Да поняла, что до тебя только что дошло. Да ничего ты не понимаешь. У меня будет ребенок. Я тебе русским человеческим языком говорю. Я беременна, Люба. Сап, дурак. Ой, да успеешь ты с твой гастроном? Люба, я, честно, пионерская беременна. Здрасте, меня ждут. Здрасте. С первого апреля. Ты какой маникер будешь делать? Французский? Люба, ты меня слышишь? Я беременна, понимаю, что мне делать. Я думаю, французский. Кир, ты че, в заправду? Кир! По-настоящему? Даже если так чего бояться-то? Сейчас же все под наркозом делается. Не то, что раньше. Ты с ума сошла? То есть маленькое существо под наркозом можно убивать, да? Кир, да ты чего? Кир, да подожди ты, Кир! Ничего не понимаю. Кира! Ничего не понимаю. Да кто рожать-то в твоем возрасте? Ты че, с ума сошла? Да уж, не без этого. А как же внук? А что внук? А что внук? У Лики будет мальчик. А у меня девочка. Представляешь, как здорово. Кира, че ты там себе в голове-то навертела? Девочка, девочка. Какая девочка? Вот и поговорили, спасибо. Господи, у меня голова кругом. Скажи, кто у тебя хоть подарочки с другом? Неважно. Случайно не мой, Антош? Люба! Да в девушах. Ну куда ты побежала, Кира? Что ты за моду такую дурацкую взяла? Обижается она еще. Кир! Ну проси, Кир. Ну ляпнула. Ну с кем не бывает. Я с твоим мужем, между прочим, работаю. А вижу я его вне работы. Один раз в год. И то на твой день рождения. А что ты думаешь, я его тут недавно видела? С двумя красотками в постели. Что? Видеофильм кое-кто прислал. Правда, догадываюсь буду. Суслик, поганый компаньон. Думает, Люба Хамельнова сейчас истерику устроит. Крик подымет, а он подшипал делишки свои сделает. А я что? Я оплачу. Ты что думаешь, я из-за денег, да? Люба! Нет, нет. Нет, я из-за Антона. Его просто сейчас подставлять нельзя. Ну что, поехали? Да ладно, Гена. Я разберусь. Сколько у тебя недель, ты дурища? Люба, прости меня, я пошутила. Ну прости. Ну дурацкая шутка, знаю. Люба, ну прости, ну прости. Ты два раза дурища. Клянись. Клянусь. Люба, очень переживаю за тебя. Да ну тебя. И шутки у тебя. Ты думаешь, что, я поверила? Ну и что будет теперь с Антоном? Ничего, буду жить как все. Как ты, Серега, живешь, так и я. По разным хатам. Только мне свезло, у меня цельный дом. А у Антона осталась студия недоделанная. Вот пусть он ее один и без меня и доделывает. А я посмотрю. Пусть увидит, почем раки зимуют. Где раки зимуют? Почем и где, а я посмотрю. Ладно, рассказывай про своего заводчика. Ой, я тебе скажу, Кир, это еще тот субъект федерации. Ну, во-первых, он разведет, соответственно, свободен. Да ты что? А во-вторых, пригласил меня в экспедицию. Зимой на собаку за Полярный круг. Представляешь? Ты же сказала, что больше не поедешь на север после своей поездки в Сургут. Главное, теплая одежда и удобная упряжка. Ю-ху! Алло. Привет, мам. Ты где? Я к папе собираюсь. Ты у него что-то просил забрать? Диск установочный. Я ему когда систему переустанавливал, забыл. Он знает какой-то? Знает, знает. Мам, а ты же таким намыкнулась, а? Соскучилась. А, ну ладно, тогда хорошо. А мы с Ника гулять пойдем. Погода хорошая. Гуляйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Вы кто? Супруга Сергея Викторовича. Кто? Натурально, жена. Где мои тапочки? Женеч. Знаете, я еще там халат в ванной оставила. Где Сергей Викторович? А Сережа, Сергей Викторович спит еще. Если вас не затронет, разбудите, пожалуйста, Сергей Викторович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Что-то не так? Нет, все в порядке. Может, хоть чай выпить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Извините. Не за что. Ну, я пойду. Идите. Сулочку не забудьте. Вы заходите. Вставай, старый лавеллаз. Тревога. Война. Ага. Белая роза. Атомная. Вставай. Ну, значит, я умер во сне от радиации. Серега, я буду поливать тебя водой из чайника сейчас. Кира, ты? Где Света? Свету я, кажется, спугнула. Извини. Ну, значит, я посплю еще полчасика. Вставай, у нас мало времени, мне нужно поговорить. Вставай. 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 Кира! Кир, ты где? М-м-м. Что это? Статья твоя. Про Чехова, Сахалин. Ну и как? Отвратительный. Одна пошлятина. Раньше ты лучше писал. Куда все подевались? Ну, конечно. Главный редактор из 40 страниц про катажа, про консула оставил только 5. Про гейш. Я получил свой 6 тысяч гонорар, и во все время меня не интересует. Слушай, а если уж ты меня позавтракала, может быть, ты мне и рубашку зашьешь? Мне там пуговица оторвалась. М-м? А что твои девки голые, которые тут гуляют по коридорам, не встанете пуговицу фрешить? Ревнуешь? Соболезную. Ну, напрасно. Между прочим, очень хорошее чувство. Не тебе же. Девочку жалко. Ладно, не сиитки с уголкой, Казанова. А где они? Ты пришла говорить по поводу квартиры? Да, это несправедливо. То, что вы там ютитесь втроем в двухкомнатной, а я тут один. Вы уже подобрали вариант? Меня устроит абсолютно любой, даже, не знаю, комната в коммуналке. Ну, еще такой благородный. И занялся бы разменом. Кто, я? Ты как себе это представляешь? Да никак не представляю. Держи свою рубашку. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Сережа. Угу. У нас будет ребенок. Угу. Когда прекрасно. У нас будет внук в нашем с тобой возрасте. Не надо драматизировать. Угу. Да, ну, через полгода ты еще и станешь отцом моего ребенка. Если, конечно, не разведемся. Подожди. Я ничего не понимаю. Ну, а что ты понимаешь? Я беременна. Как? Так. Так получилось. Ты хочешь, чтобы я тебе подсказал способы, как избавиться от нежелательной беременности? Мне известны способы. Но они не подходят. Ага. По возрасту и по здоровью. Идеологически. Да какая, Кира, идеология? Зачем тебе это надо? Зачем нам это с тобой надо? Ты признаешь ребенка или нет? Я его биологический отец. Он что же, отказывается? Можешь считать, что это зачатие непорочное. Ясно. Ничего тебе не ясно. И объяснять я ничего не собираюсь. Ну, конечно. Я должен признать бастарда собственным ребенком без объяснения. Но я же не прошу тебя алимент. А чего ты просишь? Я прошу, чтобы ты признал факт отцовства и дал ребенку свою фамилию. Это не мой ребенок. Но я, между прочим, твоя жена. Да какая ты жена? Очень хорошая. Пуговки тебе пришиваю. Разыграла? Разыграла. Ну, надо же, а. Слушай, ты с возрастом становишься игривой. Я, конечно, всегда покупался. Но сейчас я просто даже испугался. Скажи, а неужели это так трудно? Ну, мне просто интересно. Ну, послушай, Кирочка. Ну, кому надо усложнять себе жизнь? Знаешь, на такие подвиги способен только твой Игорек Севастьянов. Поклонничек твой незабвенный с первого курса. Не надо о нем так. А как? Идиот. Какие надежды парень подавал? Ему аспирантуру на блюдечки подносили. А он осел упрямый. Видишь, ты уехал из-за неразделенной любви в Урюпинск. И сейчас учитель физики в средней школе в Урюпинске вместо аспирантов. Да не в Урюпинске. Не в Урюпинске. В Алапаевске. И у него учитель, а давно уже директор. Да ладно? Откуда ты знаешь? Знаю. Ты что, с ним до сих пор общаешься? А, или тебя мучает чувство вины из-за того, что ты человеку жизнь разбила? Я никому жизнь, между прочим, не разбивала. А ты? Несчастный человек, Серега. У тебя нет друзей. А при чем здесь друзья? Вот Света только что ушла, а ты ее видела. А потом я недавно познакомился с интересными типами из музея Востока. Вот именно с типами. У тебя нет старых друзей. Одни типы кругом. Потому что старым нужно давать что-то. Нужно поддерживать огонь. А ты не умеешь. Тебе нужно по трупам идти. Отработал и выбросил. Понимаешь? Эгоист. Слушай. Что у тебя сегодня за настроение, а? То какие-то лозунги комсомольские. То шутки плоские. А может быть у тебя возрастные изменения? А, бабушка? Может быть. Так есть прекрасные средства. Тряхнем стариной, а? Куда мне соперничать со Светой? Перестань. Ну какая Света? Ну какая Света? Таких Свет миллион. А ты у меня одна. Жена, между прочим. Это немногое, что я могу давать женщине, как эгоист. Я с удовольствием давал бы тебе. Я готов исполнить свой супружеский долг прямо сейчас. Очень не хочется расстраивать девочку. Ревнуешь? Конечно. Идем. Провожай меня. Ревнуешь? Ревнуешь? Ревнуешь. Эх. Мама, слава богу, ты пришла. А что, у нас гости, что ли? Угу. Кто? Кира Анатольевна пришла. Да. О, сватюшка. Ну, наконец-то, мы тебя заждались. Давай, присоединяйся. А мы с дачи прямо к вам. Прямо к вам. Слушай, а почему к нам не приезжаете? Ну, хотя бы по выходным бы к нам приезжали. Ну, уже хрупчик, помидорчик, святое дело. Да. У вас хват помидоров, цветение вишней. Да. Мы народ простой. Нам шесть соток. Во, за глаза хватает, как говорится. Но зато смотри, какие помидоры. Смотри, огурцы какие. А петрушка, укропчик. Это же все свое, витамины. Ну, действительно, чего вы к нам не приезжаете, а? Ведь за все лето только один раз и выбрали. Да все, знаете, дела, работы много. И вообще, я, честно говоря, не любитель дачного отдыха. Ой, да как же, как же. А ребеночек родится. Ну, как без дачи-то? Вот у нас соседка. У нее тоже шесть соток, тоже на работе давали. Да. Так она в пятьдесят лет родила. Да. Все лето на даче просидела. Да. И что, родила в пятьдесят лет? Ну, в сорок девять. Она у нас с зав. отделом трикотажа, ну, в магазине. Так у нее внук уже в первый класс пойдет. Ирина Петровна, что, нормальную беременность перенесла? И ребенок здоров? Нет, в сорок семь, наверное, что-то я забыла. Ребеночек? Ну, а что? А вот пока маленький. Не видно же. Маленькие они, все здоровенькие. Вот вырастет. Без отцовщина. А что, отца нет? Ну, да. Ну, знаешь, жизнь есть жизнь. Знаешь, всякое оно бывает-то. Ну, да, бывает. А ты давай закусывай вот. И пошли уже. Пошли. Засиделись мы тут, пора нам. Давай, давай, давай. Пойдем мы. Пойдем, пойдем. Вот, это вам на дачу, на удачу. А то ведь нам надо балкон освобождать. Коляску ведь надо будет где-то ставить. Какая полезная вещь. Да, Ирина Петровна, это вам. Будете кататься. Да, когда я буду к вам приезжать, буду обязательно вас его одалживать. Слушай, зять, дай пя. Слушай, я давно о таком мечтал. Да, вы что? Слушай. Все, так, дочь, а, целую папу. Сватечка, ну, я тебя обниму на прощание. Сватечка, ну, боже, все, попрощайся. Кира, до свидания. Кирочка. Лика, позвоню. До свидания, до свидания. Ну, попрощайся. Да, мы прощаемся, до свидания. Обязательно-обязательно, заезжайте сюда, обязательно. Лика. Лика. Ну, успокойся. Все. Кирана Толиона, это только вот кажется, что у моей родители простые люди. Они не простые люди. Да у тебя замечательные родители. Проблемы-то не в них. Проблемы в нас. Они считают нас лёжкой с нобами. Но это не так. Просто мы разные. Нам нужно привыкнуть друг к другу, понимаешь? Нет. Нет, не так все на самом деле. Я вам сейчас расскажу. Расскажу. Понимаете, у моего отца была женщина. Не мама, а совершенно другая женщина. У них родился ребёнок. Никто не знал, от кого этот ребёнок. Когда Дениске исполнилось пять лет, неожиданно всё раскрылось. Случайно. Его маму положили в больницу, а с Дениской некому было сидеть. Папа подошёл к маме, ей всё рассказал. И ушёл. А как ушёл? Ушёл на целый месяц в ту квартиру. И жил там целый месяц. Так это женщину из больницы не выписали. Вы не представляете, что мама пережила за это время. Да, надо думать. А папа потом пришёл, говорит, девочки, я вас очень сильно люблю. Да, я подлец. Но я бы был ещё большим подлецом, если бы оставил ребёнка одного в квартире. А мама? Да что мама? Мама сказала, живи. Кирилла Анатольевна. Понимаете, она даже кровати раздвинула и тумбочку посередине поставила. И долго это продолжалось? Три года. А Дениске сейчас сколько? Двенадцать. Он хороший мальчик. Кира Анатольевна, вы только никому не говорите, что мы с ним общаемся, хорошо? Брат всё-таки. Он очень хороший мальчик. Хулиган, правда? Ну, учится хорошо. Кира Анатольевна, а можно я его к вам приведу? Приводи. Алёшка-то знает? Никто ничего не знает. Мама не знает о том, что папа им помогает. Папа не знает, что мама через каких-то знакомых тайно передаёт ему разные вещи. А мама с папой не знают, что мы с ним общаемся. Так здесь Люда знает. Но она никому не скажет, она не болтливая. Да. Индийское кино. Умывайся. Дитя. Лёша. Лёша. Лёша! Мам, ты чего? Что ты дурью маешься здесь? И не смей никогда заниматься ерундой, когда твоя жена плачет в ванной. Мам. Лика! Лика! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Да, слушаю. Слушаю. Олег? Да? Это Кира. Привет. Ты когда возвращаешься? Да я уже вернулся. Вернулся? Да. Ты извини, у меня тут проблемы серьёзные. Слушай, давай я тебе перезвоню. Я не могу сейчас разговаривать. Конечно. Пропадёте с нами на обед? Нет, я задержусь обедать без меня. Хорошо. Пропадёте с нами на обеду. А, алё. Олег, здравствуй. Нам нужно встретиться. Я помню проблемы. У меня просто тоже проблемы. И обязательно нужно поговорить. Ты успеешь попробовать? Хорошо. Всё. До вечера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Может, я туда? Да, ожидаю. Привет. Извини, я постау немножко. Да. Да, в смысле? СМЕХ Спасибо. Всё хорошо? Да. Угу. Хорошо. Спасибо. Проголодалась? А, да нет, наверное. Будет это пропады без газа. Да. Кир, слушай, я хотел сказать... Ну... В общем, у меня на работе полный шлак. И дома. Не всё в порядке. Да, я понимаю. Да. Я понимаю, взрослые люди. И с букетом проблемы, обязанности. И ты, и я. И... Я... Наверное, в нашем возрасте нелепо быть сентиментальным. Да? Да. Нет. Кир. Говори. Я беременна. Что? Я беременна от тебя. И хочу, чтобы ты об этом знал. Ну, и денёк сегодня. Да вы что, все сговорились, что ли? Сначала одна, потом другая. И... И все беременны. Катастрофа. Я приду сейчас. Хорошо. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Такие дела. Да. Невеселые дела. Ну и что делать собираешься? Дальше скрывать? В твоем положении это скоро станет невозможным. Столько недель уже. Да. В благородном семействе назревает скандал. Представляю, как все... Даже не представляю, что будет, когда все узнают. Ну чего тянуть-то, Кира? Не могу, представляешь? Просто не могу это произнести. Физически не получается. Даже сыну? Да тем более сыну. Лешка же он такой, знаешь, он сначала, конечно, не поверит. А потом бросит свою науку в институт и уйдет в бизнес, только чтобы прокормить нас. Ну что плохого? Молодец, настоящий мужик вырос. Да ни в коем случае. Ему бизнес противопоказан, как слону балетов. В науке он может много. Мне даже куратор его звонит каждый день домой. А интерес к маме одаренного студента не учитывается? Интерес к матери студента одаренного был задушен, когда Лешка сдавал первую сессию. Кир, а отец? Лешка, забыли? Знаешь, есть вещи, которые очень трудно простить. Унижение. Можно о нем тут рассказывать. Вот уехать бы куда-нибудь. Спокойно доходить с рук. Спокойно родить. Ну а что? Беременность у тебя нормально протекает. Анализы мы все сделали. С ребенком тоже все в порядке. Ты знаешь, можно и уехать, если очень хочется. Было бы куда. Есть местечко. Похоже, единственное место на планете, где меня действительно ждут. Уже двадцать лет так ждут. Ну, по крайней мере, говорят об этом. Подожди. Так ты что, к Горюшке Селасьянову собралась? Подожди. Это что, все это время он тебе пишет? Ты поедешь в этот, как его? Балабаевск? Балабаевск. Да, чего только не бывает. Кира Анатольевна, посмотрите, пожалуйста. Получилось сорок двое восемь четыре квадратных метров. Вася, должно быть сорок два и восемь шесть. Только давай после обеда, ладно? Рушу ее. Антон? Да, Кира. Да телефон потеряла. Другой номер теперь. Ты можешь меня принять? Да, очень нужно. Очень срочно. Спасибо, сейчас иду. Да-да. О, Кирочка. Приятного аппетита. Спасибо. Может, будешь? Нет, спасибо, я обедала уже. Ну, тогда давай, проси. Откуда ты знаешь, что я пришла простить? Зачем ко мне старые друзья приходят? Не решать же мои семейные проблемы, правда? Ну, если я могу помочь тебе в твоих семейных проблемах, я готова. Ты не можешь, Кира, не можешь. Ты можешь мне оказать услугу? Угу. Какую? Мне нужен отпуск. За свой счет. Месяца на два на три. Если сохранится зарплата, я не обижусь. Интересно, получается. За свой счет и с сохранением зарплаты, да? Ну, еще есть вариант с командировкой. Отправь меня в командировку. А куда ты намылился? Не важно. Ну, то есть не важно. Не важно. Ты толкаешь меня на должностное нарушение, и я еще не должен ничего знать об этом. Ну, ты же старый друг, сам сказал. Так и что теперь? Да, интересное дело. Душа моя, принеси чайку. Старый друг. Ну, давай. Чего молчишь? Рассказывай. Антон. Я тебя никогда ни о чем не просила. Вы мне помогали много. Я очень признательна вам. Низкий вам поклон. Но ты же знаешь меня. Я бы никогда не пришла, если бы не ношу горло. Я знаю, что ты просишь меня сейчас. Спасибо. Пожалуйста. Ну, че ты стоишь? Иди. Что? Да подожди ты. Ну, подожди. Ну, Дер, ну, хват. Пусти. Ну, подожди. Присядь, обсудим. Это не то, что ты подумала. Присядь, я тебя прошу. Обсудим. Вот. А, выпей чайку. Не хочу я твой чаек. Сам пей. С какого числа? Мама, я все-таки не понимаю, почему именно ты едешь к двоюродному брату, которого мы едва знаем? Ну, заболел человек. Помочь для меня больше некому. А что такого здесь? Муха, на здоровье. Лешка, не путайся под ногами. Забей мне лучше в телефон. Номера все вместо потери. Где телефон? В сумке. И быстрее мне еще тете Любе надо позвонить успеть. И где ты его потерять умудрилась? Встань. Ну, встань же. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, здравствуйте. Дома. Кира Анатольевна, это вас. Мужской голос. Алло. Кира, это я. Не смей бросать трубку. Откуда у тебя этот номер? Это не проблема. Кира, послушай, давай завтра встретимся в семь в том же кафе и спокойно все обсудим, что делать в сложившейся ситуации. Давай. Что? Вот шарфик. Возьмите. А еще поесть такой. Спасибо, ребенок. Шарфик не возьми. Мам, все, такси приехало. Все, закрывай чемодан. Я бегу одеваться. Телефон куда? В сумку. Чуть-чуть. Что с ней? А я откуда знаю. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас. Девятнадцатое место и нижняя полка. Проходите. Спасибо. Ну, помогите женщине поднять сумки. Спасибо. Спасибо. Кота в переноску убираем. Любаша! Это я. Привет. Ой, Кир. Наконец. Я не могу тебе дозвониться два дня. Ты знаешь, потеряла телефон, заодно решила оператора сменить. Вот это мой новый номер. Люба, я уезжаю. Курган. К брату. Я уже в поезде. Ничего себе новость. К какому брату? К двоюродному? Ты давно его видела? Давно видела. А кто ему поможет, если не я? Подожди, а как же я? А что ты? Ну, как что? Я ночами не сплю. Шоп-тур нам с тобой организовывают. Ты что, забыла, что ли? Какой шоп-тур? Иван Петрович официально зачислил меня в экспедицию. Я могу о тебе тоже похлопотать. Какой экспедиции, Люба? Что ты несешь? В Заполярье. Ты что, ничего не помнишь, что ли, Кир? В Заполярье. Я тебе про него рассказывала. Иван Петрович, заводчик Хаски. Хаски. А-а-а! Припоминаю, что туда! Слава Богу! Да не толкайся ты как корова! Люба, подожди, Люба! Сейчас, подожди, я пройду. Даша, здрасте! Давай быстрее! Люба, сейчас, да сейчас пройдитесь! Допойница! Да быстро я не слышу тебя, Люба! Успеете! Ну ты виновата! Даша, я по телефону поговорю. Извините. В живом увесу нам что-либо лето раздавали? Алло, Кир, говори громче, я тебя не слышу. Кира! Любаша, здесь я, не кричи, пожалуйста. Кир, ты когда вернешься? Ну, думаю, через пару-тройку месяцев. Посмотрим. Три месяца? Так долго? Подожди. Кир, ты когда доберешься, позвони мне, пожалуйста, ладно? Хорошо. Целую, пока. О, заходи, Ира. Я Ира, а ты? Кира. Кир, слушай, я твои шмотки себе наверх закинула. То есть как? Ну, не полез же я своим фрюханом. Извините, пожалуйста, у меня билет на нижнюю полку. Я не намерена ей уступать. Ну, я туда в жизнь-то не заберусь. Петенки, а давайте покушаем, а? Ну, вы же худеете. Нет, подождите, подождите. Давайте разберемся сначала. Я не готова уступать нижнюю полку. Почему? Девочки, я так проголодалась. Давайте уже покушаем, правда. Я беременна, понимаете? Я в положении. Ой, дорогая, вы все беременны. Слушай, 20-й месяц. Все ходим, перехаживаем. И каждый год такое. Слушай, Кира, ты это самое, не боись. Мы тебя на верхнюю полку, знаешь, со свистом закинем. Ты только не бреши, я от тебя болею. Мы тебе поможем. Беременная, да. Мы тебе поможем. Теготков-то сколько, мама? Ладно, давай, садись с нами. Сейчас это, покушаем. Давай, дорогу, хорошо покушайся. Мажем. Извините, пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. Вы знаете, у меня билет на нижнее место, но его заняла другая женщина. Места согласны купленным билетам. Она не уступает, я не знаю, что ли. Что нам с ней, драться, что ли? Вы знаете, я... Я в положении. И с верхней полки не очень удобно. В туалет спускаться часто нужно, извините. Что только не придумают, да? Ради нижней полки. Спасибо вам. Спасибо. Ой, Кирка, да чего там замерла-то? Да пошли уже, чего ты дуешь-то? Ну, все, уже открыли. Пойдем скорее. Я пьяна, не дойду я до дома. Ой, милая, я старушка, дарья, дарья, с левого сада. Да будет тебе, ну. Девочки, здравствуйте. Я смотрю, помирились уже. Молчи, махнись нами. Тише, тише, все, все, нет, спасибо. Концерт окончен, уже вечер. Чаю хотите? Какой чай? Мы и так веселые. Ну, понятно, понятно. Девчонки, дистанцию не проспите. Девчонки, я все, я на бочок. На бочок. Я еще поем. Слушай. Да. Кир, ну не взлечу я оттуда, слышишь? Ну не взлечу. А если взлечу, то все, крышка, прессу всего тебе. Лучше не рискуй. Давай мы тебе поможем. Да я сама-само справлюсь. Малая. А ты сопротивлялась. Слушай, если что, тебе надо будет, так ты меня буди, и я тебе помогу слезть. Хорошо. Ты нас буди. Ир, телефон положи, пожалуйста. Давай. Девчонки, давайте не будем дверь закрывать на ночь, очень душно. Не будем. Спасибо. Да и не боись. Никто ничего не украдет, воровать-то нечего. Чего тут красить-то? Самоюб кто-нибудь украл. Ой, душно, девочки, душно. Ой. Тебе помочь не надо. Колобок ты, ну. СМЕХ Тебе помочь не надо. Тебе помочь не надо. Поехали. Девушка, просыпаемся, подъезжаем к Колопаевску. Что? Ехали. Давайте, чай будьте. Чай, да. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ух... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что с вами, вам плохо? Может, врача вызвать? А? Чемоданы. Что чемоданы? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Так украли в поезде. И я одежду, и я вот так. Ничего себе. А ты в милицию заявила? В милицию заявила. И что? Ну, они честно сказали, что ничего не найдут. Ну, вот. И что же теперь делать? Придется прямо вот здесь, на вокзале, просить у тебя взаймы. Ну, ну, это... Ну, конечно, конечно. Только я не такой богатый, Кир. Да нет, я взаймы прошу. Я вполне обеспеченный человек. Просто, ну, ситуация. Ты просто неправильно меня поняла. Я хотел сказать, что... Когда ты мне позвонила, я просто... А-а-а. Ну, вот. Понятно. До сих пор не верю своим глазам, что ты приехала. Такое счастье. Ира. Ну, слушай, это тебе. Да? Спасибо. Ну, это, так сказать... Ну, тебе. Очень красиво. Ну, что? Что? Так будем тут на вокзале стоять? Нет, конечно. Ты что? Идем. Идем. Как опять потеряла? Ну, ты даешь, мам. Я тебе полдня список контактов останавливал. Хорошо. Хорошо, мама. Все сделаю, да. Все, я тебя. Ага, целую. Пока. Это Кира Анатольевна звонила? Да. Все нормально добралась. А как там дядя? Какой дядя? Ну, брат ее, который болеет. А, не знаю, забыл спросить. Лика. Лика. Сестра-мама. Вот это. Она на ВДНХ. Это кто-то прикалывался. Я не знаю, кто это. Вообще, даже не понимаю. Кто-то мужик в платке по-моему. Ну, это мама, это я с мамой. Вот. А, это я в Крыму. Смешно. Кстати, в этом возрасте все марки собирали. Я тоже как сумасшедший. Просто все было обклеено марками. А ты марки собирала? Нет, я календарь. А, а вот здесь узнаешь? Ничего себе. Я. Да. Сейчас будет маленький сюрприз. Закрыл глаза. Ну, закрой. Ну, закрыла. Закрыл глаза. Открывай. Ну, открывай. Узнаешь? Боже мой. Это же мои письма. Ну, да. Двенадцатый февраля. Девяносто пятый год. Игорек. Какие же мы с тобой старые. Ох, ох. Игорь. Подожди. Ну, подожди. Что ты делаешь? Что? Подожди. Я не все сказала тебе. Что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Ну, Игорь, ну, подожди, пожалуйста. Ну, подожди. Я правда не все сказала тебе. Игорь, я беременна. Как беременна? Я скоро рожу. Сейчас, сейчас, сейчас. Боже мой. Игорь, господи, прости меня, пожалуйста. Прости, я не... Мне нельзя было этого делать. Зачем я приехала? Дура какая-то, абсолютно бредовая затея, прости меня. Ну прекрати. Все, не думай об этом. Это не так. Прекрати. Даже не думай и не переживай, я уеду сейчас. Куда ты уедешь? Ну сядь, послушай, куда ты уедешь? Ну куда ты уедешь? Ну пожалуйста, ну куда ты уедешь? Без денег, без телефона, без вещей. Ну куда ты поедешь? Ну куда ты поедешь? Скажи на милости. Ну в конце концов, ты же знаешь мои чувства к тебе. Ну ты, я много тебе писал. Ну о чем ты говоришь? Да, я шокирован. Ну это, это нормально в конце концов. Ну зато я тебя нежно люблю. Да, да, мне не важно сколько у тебя будет. Мне не важно сколько у тебя будет детей. В конце концов, я всегда мечтал, чтобы ты была рядом со мной. И я был рядом с тобой. Ну этот ребенок будет нашим ребенком. Нашим с тобой ребенком и все. Какие проблемы? У меня будет сын, Боже. Боже мой, у меня будет сын от тебя. Ты понимаешь? Вообще-то я жду дочку. Как это дочка? Это ж уже известно? Да. Но это еще лучше. В конце концов, она будет похожа на тебя. И мы дадим ей имя, как у твоей мамы, в честь мамы. Она тебя очень любила. И ты мне же почему ее очень любила. Видишь, я это помню. Ну? Да. Привет, мам. Да у нас все нормально. Ты когда приедешь? Ты там уже две недели, мам. А тебя с работы так надолго отпустят? Лика? Лика нормально. Растет желудком вперед. Да. Нет, мам. Ты ведь не знаешь. Она теперь с яблок на морковь перекинулась. Целиком грызть не хочет. Вот и три с утра до ночи. Ой, мама балована. Так балована, да. Тебе от мамы привет. Угу. Да берегу я ее, мама. Берегу. Не волнуйся. Пока. Почему ты на меня жалуешься? Здрасте. Ты что, морковью объелась? Мне мама говорила, что ты не тактичный. Я тебя еще защищала. Да твоя мама только и знает, что обижаться на каждый анекдот про тещу. Зато моя мама не беременна. Надеюсь. А твоя мама ждет ребенка, девочку. Предупреждали добрые люди про беременный бред. Но, Лика, фильтруй свой бред. Леша, извини меня, пожалуйста, но твоя мама в самом деле. Лика, прекращай. Беременно ждет ребенка. Лика, я тебе сказал, прекращай. А что Лика? У меня факты и только факты. Лика, хочешь тебе еще морковью потру, а? Леша, как ты думаешь, почему Кира Анатольевна уехала из Москвы? У нее заболел двоюродный брат. Ты что, забыла? Леша, какой брат, которого она 20 лет не видела? А помнись, Кира Анатольевна уехала из Москвы рожать. Вот я тебе докажу. Давай, давай. Хорошо. Вот я еще тогда подумала, вот почему она пьет мои витамины для беременных, а потом она купила себе такие же и спрятала их. Это раз. А она перепутала. Второе, она постоянно читала в интернете статьи про беременных. Лика, она для тебя старалась. Протекание беременности для позднородящих. Для меня. И третье, самое важное, Леша, творчество Джота пустое. Ну мама живописью занялась, ну захотелось маме. Дальше то что? Ты дурак. Книга творчества Джота, в которой хранились все деньги. Леша, она пустая. Что неопровержимо теперь свидетельствует, что моя мама нас насяп, да? Леша, это я виновата. Это я во всем виновата. Если бы я не была беременна, она бы никуда не уехала. Лик, давай успокоимся. Понимаешь, если бы я не была беременна, она бы здесь осталась, я выдавила ее, выставила ее из Москвы. Э-э-э, тихо-тихо, Заяц, успокойся, ты чего? Процесс-то оказывается давний хронический, а? Не рвишки шалят? Леша. Что? Если, если я тебе кое-что скажу, ты не изменишь ко мне своего отношения? Ты моя лоб. Нет, не изменю. Точно? Точно. Ты мне обещаешь. Тебе обещаю. Ты даешь слово. Даю слово. Я рылась в вещах Кира Анатольевна. И что нашла? Заключение на УЗИ. Смотри. Вот. Видишь, это не наш ребенок. Да это вообще не ребенок. Да это какие-то просто точечки. Полосочки всякие. Нет. Лика, ты что мне голову морочишь? Ты что хочешь? Чтоб я позвонил маме и прямо ее спросил? Угу. Ну так и не прямо, а как-нибудь деликатно. Ладно? У тебя есть я новый номер? Нет, нет. Хорошо. Она позвонит и мы у нее спросим, на каком она месяце. Хорошо. Да? Да. Ну иди сюда, заяц. Тихо, тихо. Вот ты моя лоб. Ты мой заяц. Ты мой заяц? Да. Ты мой заяц? Хочешь тебе морковки потру, заяц? Угу. Иду, иду, иду. Сынок, заходи. Привет. Ну что, женатик, как семейная жизнь? О, похудел, тебя не кормят там? Не кормят, не кормят. Как лика, как лика. Хорошо, хорошо. Беременность. Хорошо. Внук растет? Растет. Чай будешь, кофе? Нет, не буду, я за диском. Ну давай, возьми, он там на столе лежит. Угу. Ну, в прошлый раз все было в вирусах. Ну, я нажал на какую-то кнопку, выскочили какие-то окна, еле закрыл. Ну, извини. Ну, ты же не насчет вирусов приехал разговаривать? И не прообедать меня? Ты насчет квартиры. Слушай, вы только свистните, я сразу отсюда перееду. Ага. Куда? На вокзал? Да пусть тебя это не волнует. Я как раз собирался переехать к коллеге. Квартира меня действительно не волнует. Бать, такое дело. Предупреждаю, я сейчас буду нести полный бред, а ты постарайся натихать зерно рациональности. В общем, Лике пришла в голову кошмарная идея. Так. Глупость полная. Она говорит, будто наша мама как бы нас на снях. Мама тоже беременна. Вот, скотина. Кто? Я? Или моя жена? Да при чем здесь вы? Я скотина последняя. Мать недавно приходила ко мне. Призналась, что она беременна. Просила, чтобы я ей дал свою фамилию. Ну, нашу фамилию. Значит, это правда. А я все перевел в шутку. Я даже слушать ее не стал, понимаешь? Она мне еще даже пуговицу за это зашила. А мне даже слова не сказала. Ну, конечно, а что тебя грузить? У тебя своих проблем полно. У тебя жена беременная. Потом она у нас гордая. Очень гордая. Нет, я, конечно, доставил твоей маме много горьких минут, но никогда не чувствовал себя таким уродом. Пап, а разве это не моя родная сестричка по папе и маме? Уж точно не по отцу. Тогда от кого? Понятия не имею. Слушай, вообще, разве мама в своем возрасте это может родить? Ты что донесешь? Ну, значит, может. А почему нет? Папа, мама уехала. Куда? Она сказала, уехала к двоюродному брату. В Кунгур. Нет, в Кемерово. Где живет ее брат? Да я не помню. Ну, значит, надо посмотреть в телефонных книжках. Я не знаю. Ну, папа, ну она что-то делает. Подожди, а где у нас старые записные телефонные книжки? Никакого брата здесь нет. Да ты не на Б ищи, а на В. Вадим. Вадим. Вадим Курган. Вот. И адрес есть. Слушай, точно. Точно Курган. Так, звоним. Угу. Надеюсь, код не изменился. Триста тринадцать. Есть. Алло. Алло. Кто это? Вадим. Москва на проводе. Это Сергей. Муж Киры. Помнишь? Ну, вроде помню. Пусть маму позовет. Вадим, позови, пожалуйста, Киру к телефону. Какую Киру? Какого черта? Я сплю, я после смены. И забудь этот телефон вообще. А. Алло. Сколько минут. Судя по всему Кира там нет. Угу. Надо маму посмотреть ледия аристократка. А, судя по ее брату, вышли мы все из народа. Ммм. Да, папа. И где наша мама? Куда теперь звонить? Как куда? Любаши, конечно. Надо было сразу ей звонить. Так, не кричи на отца. Алло, Сереж, это ты? Ты что, просто так звонишь? Или что-то случилось? Ой, слушай, Сереж, скинь мне, пожалуйста, какие-то телефоны, а то я не могу это звонить. Не знаю, наверное, неправильно записала. Да послушай, у меня нет ее номера. Дело в том, что Кира пропала. Что? Как пропала? Сереж, ты что там, пьяный, что ли? Что за новости, Сережа? Что, я пьяный. Да ты себя послушай. Пап, Дань, Дань. Тетя Люк, это Леша. Вы знали, что моя мама в положении? В смысле, беременна, знали? Алло, тетя Люк. В обморок упала. Дурища, вот ненормально. Она же мне все объяснила уже. Ой, Леш, извини, у меня просто нерва плакочет. Дай-ка мне отца. Сереж, это твоих рук дело? Ну, я и меня веду не рук, а ясно. Я все поняла. Слушай, куда мы... Я поехала в моем месте. Я поехала в Швейцарию, потому что там клиники прекрасные. Да не ори ты, что ты разорался. Так, что делать, что делать, Сереж? Слушай, надо позвонить моей родне в Херсон. Так, и Антоновской тоже. А я тут кое-какому работодателю позвоню, да просик устрою. Все, ждите, не волнуйтесь. Алло, привет. Нам надо поговорить. Нет, домой я тебя не пущу. Добавь статус на нейтральной территории. Ну, не знаю, добавь и в студию. Пап, успокойся, ты ни в чем не виноват. Найдется, мама. Ой, да какой найдется? Мы вам полпланеты обзвонили. Считай, все бывшее пространство СНГ. Да уж. Оказывается, даже у такого малообщительного человека, как мама, за четверть века накапливается куча знакомых. Мы тете Жене Ивановой не звонили в Соликамск. Да какая тетя Женя? Нам теперь не тетя Женя. Нам теперь только тетя Люба поможет. Где ее номер? Да там, в красной книге. Все, давай. Папа, мама пришла. Здравствуйте. Сергей Викторович дома? Света, заходи. Я тут мимо шла. Познакомьтесь, это Света, моя коллега. Аспирантка. Алексей Сергеевич. Аспирант. Без пяти минут. Это мысль. Очень приятно. А уж как мне приятно. Леха. Я тут шла мимо и подумала зайти вторую главу обсудить. Может, вы пообедаете с нами? Все. Я домой. Там слегка не убрано. Но вас это может не смущать. Хотя, приберитесь. Обязательно. Кстати, папа, она не в положении, нет? Не твое дело. А что? Для полноты картины самое оно, нет? Можем открыть семейные ясли. Не груби отцу. На. Всеобщий привет, папуля. Светлана Аспиранко. До свидания. До свидания. Держи-ка. Ну что, все готово? Почти все, как вы хотели. Прекрасно. Крючки, ботин не успели. Как не успели? Я вам столько времени не давала. Что же мне там, задубить что ли? Не успели они. Давайте посмотрим, держи. Прекрасная заполярная шуба. Мамочки, хорошо. Да? Угу. Хорошо-то хорошо. Да ничего хорошего не так. Чего-то я не могу даже открыть, а? Чего это такое-то? Не переживайте. А что крючки-то не открываются? Не переживайте, они обязательно разработаются. Когда они разработаются? Да что ж такое? Я открыть не могу. Да вы посмотрите. Что ж мне так идти? Давайте. Спасибо за покупку. До свидания. Сама-то купила, а теперь открыть не могу. Да, ну ты посмотри, а? Да кто ж так шьет-то, а? Попроси лыжик, как людей. Сделайте мне нормальные пюшки. Да, моя, и что? Убирайте ее отсюда. Сейчас я уберу, сейчас я загружусь и уеду. Кто? Сейчас я загружусь и уеду. Смотри на него, давай мне сюда. Сейчас, сейчас. Что ж так? Что ж мне в шубе что ли ехать-то, а? Вот Кирка отщебучила. Все? Загрузил? Уезжай, не стойте над душой. Загружай, встали! Загружай. Давай. Иди, Сереж, я тебя там поймаю. Здравствуйся. Здорово. Будешь кататься на велосипеде? Не надо. Ну чего ты в шубе? Мне холодно. Вы все владите моей смертью. Чтобы я тут запрела и умерла. А это что, твои вещи что ли? Да, еще там в машине. Заноси вещи в дом. Забери. Все мои смертью хотят. Ты продавщица-консьержка, которая меня не пустила. Да я ее уволю. Не надо. Не буду. Пойдем в дом. Ну, в дом. Чего ты в шубе здесь? Люди смотрят. Ну что ты? Вот как-то так. Лёва, да я шубку помогу тебе снять. Ну что ты привязался? Все, я сама не могу. Себе помоги. Ну что ты... Шуба ему. Так, стоять. Вот эту шубу и все эти пакеты в магазин обратно. Если не возьмут, я закрою его. Черт твою мать. Любочка, подожди. Нам надо, видимо, с тобой уже поговорить, раз такое дело... А нам нечем говорить. Нужно думать о детях. Как? Что такое с детьми? Что с детьми? Что с детьми? Слуха, слуха, нормально. Я про Кириного ребенка. А, про внука что-то? Да какого внука Кира беременна? А, подожди, давай все сначала и по порядку все. Какого начала? Я не знаю, сначала я знаю с конца, что Кира куда-то исчезла и непонятно, где будет рожать. Ну вот, теперь мне все понятно. Чего тебе понятно? А че мне понятно? Понятно. Она приходила ко мне. Ну и прекрасно. В командировку. Ничего. Спрашивала. Что ты ей сказал? Нет, ну, Любочка, подожди, чего я... Сначала да, а потом она же как заплакала, как будто. Кира, заплакал. Ну, как будто. Антон, ты как ты... Чего? А ты что? Она же беременна. Ты что, ты довел ее до истерики? Я сделал то, что просила она. Куда? Чего куда? В какую командировку ты ее отправил? Куда? В Уренгое отправил ее. Антон, ты отправил беременную женщину в Уренгое? Да это липовая, понимаешь, она липовая. Командировка... Где она? А я откуда знаю, где она? Где она? Сначала используют меня в темную, а потом вот это вот... Значит, начинают претензии прибыли вообще. Чего? Ты чего? На меня кричишь? Ты на меня кричишь! Какое право ты имеешь к тебе кричать? Чего ты орешь? Я все видела. Что ты видела? Мне это твой Крикстопольский видео прислал. Что? Какой... Давай потихонечку. Любочка, успокойся. Возьми в руки себя. Выпив водички, попив... Люба, ну, знаешь, у меня терпение лопнуло уже просто. Ты понимаешь, Люба? А ну, иди сюда. Давай. Посмотри, ты понимаешь, это выло три года назад, Люба, три года. Степаныч организовал баню для партнеров. Повылся. Повылся, что я побыться с пацанами не могу. Маш! У меня есть важный чей, я стоять, но я день уплю. Здравствуй, здравствуй, я... Прости меня. Подожди. Я от тебя ухожу. Как? Уже? Люба. Подожди. Я от тебя... Я от тебя... Люба. Любочка, ну, уходи. А то как же это? Я же тебя люблю. А у меня, кроме тебя, одной никого нету. А, Люба, я упал. Люба. Любасик. Ну, что ты, в самом деле... Люб, я тебя люблю больше жизни. Угу. Ой, Ларина, пожалуйста. Ой, Ларина, пожалуйста. Ой, Ларина, пожалуйста. Ой, Ларина, пожалуйста. Лешка, ну, наконец-то. Нельзя разговоры перенести на завтра, а? Я устал. Кратко. Место расположения моей мамы не обнаружено. Леш, я не дотерплю до завтра. Пойдем. Что? Ну, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. В общем, не нервничай, не переживай, все хорошо. Это письма. Любовные. И сколько? Ну, что сколько? Сколько было у моей мамы любовников? Леша, как тебе не стыдно? Этот человек, между прочим, писал ей целых 20 лет. И вообрази себе, за эти 20 лет они ни разу даже не увиделись. Ага. А ребенка он ей по переписке заделал. Леша, вот как ты вообще можешь так говорить про маму? Посмотри, какая романтика. Как он пишет. Все, мне надо полежать. А карьера у него какая. Такой трепетный человек. Учитель физики сначала, потом завуч, потом директор. Ты мне одно скажи. Мама от этого трепетного писаки понесла? Ой. Слушай, я вот долго думала очень. Мне кажется, тут как-то не сходится. Знаешь что? Мне кажется, что отец ребенка, это вот этот мужчина, который звонит. Да, все, хватит, хватит мужчин, хватит женщин, все. На сегодня список постельной кандидатуры для моих родителей исчерпан. Какой ты грубый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди, подожди. Что такое? Кто это звонит? Кто это звонит? Любовник? Алло? Да. Да, Алеш? Ну, мы к вам едем, да? Ну, приеду, расскажу. Все, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он меня уже лежит. А-а-а. А с тобой прям вторыми довыми язвез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, бед, ребенка хочу. Ребенка? Так в чем же дело? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водитель свой человек, правда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антош. Да. Дай Кириллу ребенку снаю. Ну, как ты себе представляешь это? Ты что? Не знаю. Для начала надо ее найти. Ну, и как? Ты можешь организовать всесоюзный розыск? Я всесоюзный не могу. Почему? Союза нет. СМЕХ А давай сыщиков наймем? Сыщиков? Да нет. Ну, что это? Деньги заплатишь, а... Ну, так. Будут резину тянуть. Делать. Что нам делать? Я тебе пока расскажу, что делать. Я знаю, что нам делать. Маринке надо позвонить. Ну, кому прежде всего обращается женщина, когда она в положении? Ну, я не знаю. Кому она обращается? Который ребенка, наверное, да? Ты неисправил. К своему гинекологу! Ой, да. Что? Не подсматривай. Ну, что ты в зеркало смотришь? Следи за дорогой. Тоже! СМЕХ СМЕХ Семь часов уже нет ничего. Надо в пять приходить. Женщина, я вас прекрасно понимаю. Ну, проходите, пожалуйста. Ну, что мне делать-то теперь? Знаю. Если с острой болью, могу к дежурному стоматологу записать. Идите к заведующему. Спасибо. Леша, может, это сюда повесить? Ой, делай, что хочешь. О, тетя Люба. Леша, это мои. Что такое? Это семейный вопрос. Ты б еще моего отца позвала. Я его позвала? По-хорошему, нужно было еще кое-кого позвать. Лика, ты меня с ума сведешь. Мама, папа, подождите. Доченька, здравствуйте, дорогой. Леша, возьми сумки. Да. Хорошо. Привет. Как жизнь молодая? Держи. Хорошо. Как вы тут? Нормально. Одевайтесь, берите тапочки. Да, отлично. Дай, тапочки дай. Вон ты мне дай. Всего доброго. Бондарева следующая. Скворцова, кто последний? Я. Давно сидите? Да уж часа три, наверное. Уф, не так уж и много. А вы потолончик? Да. Тогда не за ней. Так. А вот за твой, дамы. Почему это за ней? Я за ней. Ну, я за вами. За ней. Вы же к медсестре. Я только справку подписать. Ничего не знаю. Я знаю ваши справки. Я никого больше не пущу. Сейчас пойду я. Как это вы? Ну-ка, это что такое? Сейчас прием прекратим. Ирина Семеновна, проходите. Извините, можно я пройду? Мне еще ребенка корми, еще одна окна. Девушка. Да для ребенка главное свежий воздух, как не понимаете? Николай, Николай Петрович, то, что вы сейчас говорите, звучит абсурдно. Да что мы ходим вокруг да около? Какой свежий воздух? Нам главное надо Киру вернуть. А ребенка мы не бросим, да? Да кто же бросает ребенка, тетя Люба, а? Кто бросает? Я не поняла, как это ребенка не бросим? А кто ребенка бросает? Мы, по-моему, люди не безродные. Правда, Николаша? Да. Я Алешку воспитала и второго смогла. Что ты сейчас говоришь? Любаша, это ты воспитала моего ребенка? У вас внук будет скоро. Нет, ты слышал? И внук будет, и другой будет. А вы ребенка хотите, наверное, за границу отправить, родины лишить. Я видела по телевизору репортаж из Америки, правда, Николаша? Мы обеспечим ребенку счастливое будущее. Это ты, Николай, слышим счастливое будущее. Антон, ну скажи хоть слово. Конечно. Мы к ребенку со всей душой. Алло, здравствуйте. Олег Петрович? Это Алика, невестка Киры Анатольевны. Олег Петрович, да подождите вы. Я ему звоню, потому что я считаю, что вы тоже имеете право голоса. Минутку. Записывайте адрес. Николай, послушайте, послушайте. Ты помолчит, помолчит! Значит так, я хочу всем напомнить, что ребенок будет носить мою фамилию. Папа, сядь. Вы что? А? Вы почему на меня кричите? Значит так, я ухожу из института и иду работать. И я сумею прокормить семью, где будут два младенца. И на обоих. Эй, там на галерке, на обоих, прошу не претендовать. Не, подожди, ну. Леш, как уходишь из института? А вот так. Светлев, скажите ему, Сергей Викторович. Я тебе уйду из института. Что, Папа? Я сейчас тебе уйду из института. А ну-ка сядь. Дядя Антон, скажите, ну. Выборись от тебя. Своей головой надо думать. О, пошел. О, пошел. Здравствуйте, я... Меня зовут Олег, можно Лику? Здравствуйте, проходите. Здравствуйте, Лика. Ну да, как видите, я тоже в положении. Леш, я тебе давно хотела сказать, просто очень боялась. Только не нервничай, ладно? Это Олег Петрович Волков, настоящий отец нашего ребенка. Очень приятно. Леш, не нашего с тобой ребенка. Ребенка Кира Анатольевны. Еще пару таких оговорок, и я за себя не ручаюсь, Лик. Конечно, не смешная ситуация, правда? Олег Петрович, вы проходите. Да, я пройду, пожалуй. Леш. Кого ты еще пригласила, а? Папа Римского не ожидается? Ладно тебе, ну, что ты? Успокойся. Здравствуйте. Я так понимаю, что уже известно, где... Олег Петрович Волков, настоящий отец нашего... Не нашего, а Кира Анатольевна ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. О, а я его помню. Антон. Олег, а я вас тоже помню, нас знакомили на приеме. А, Николай. Здравствуйте. Прием, вспоминать. Ну, чего на человека напали, Люба? Антош, дай стул. Нет, я все-таки хотел бы услышать адрес, по которому сейчас живет Кира Анатольевна. Э, хороший жених, даже не знает, где его невеста пропадает. Вообще-то Кира Анатольевна официально. Моя жена. Вы знаете, я сейчас не намерен с вами обсуждать ваши давно не близкие отношения. Ты думаешь, это точно он? Ну, он постоянно звонил и звонил на домашнюю. Я записал его номер, чтобы Кирилю Анатольевну принесли. Ну, какая Петрушка получается-то, а? Присаживайтесь, дорогой товарищ. Вы знаете, нам кажется, что она в Алапаевске. Точно. Тетя Люба, вы откуда знаете? Ну, как откуда? Деньги снимала со счета в этом городе. Ты-то откуда знаешь? Не я. Лика письма нашла. Вы знаете, в Алапаевске живет один человек, который давно и преданно любит Киру Анатольевну. Он такой романтичный. Вы только не переживайте, у них ничего не было. У меня даже есть доказательства, целая коробка писем. Лика. Подождите, подождите. В Алапаевск? Это что же она, к Игорьку что ли сбежала? Ну, да. О, боже. Да, точно. Игорь Севелин. Севастьянов. Севастьянов. Пап, ты его откуда знаешь? Да кто его не знает? Он достал Киру своей любовью. Вот мало его тогда по морде бил этого. Ну, все, все, успокойся. Ну, успокойся. А что она померла, что ты дуру? Они только в столице люди живут. Да, действительно. Ей, может быть, там больше нравится в Алапаевске, чем здесь совсем иначе. Ну, да хватит. Так, все, подождите. Тихо, 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 Серега. Ну, тихо, тихо, подождите. Извините, пожалуйста, я бы хотела... Да, да, я слушаю вас. А вот мои документы. У меня беременность. И что? Ну, как что? Я бы хотела встать на учет, пройти обследование. Получить бюллетень на декретный отпуск. Ну, мало ли, чего бы хотели бы. Свет, у нас соды нет и сжога началась. Пойду в ажогово, я там точно есть. Угу. Страховой полис. Он перед вами. Это карточка. Ее вы обязаны предъявлять в своей московской поликлинике. А в других регионах России обязаны представить сам полис. Я не знала, что ему карточки недостаточно. На учет поставить не могу. Больничный выписать не имею права. Обследование на коммерческой основе. Ну, я же беременна, я же в группе риска. Рожали бы в Москве. Зачем сюда-то приехали? Ну, потому что, потому что так сложились обстоятельства. Ну, мне очень нужен оплачиваем отпуск. Ну, правильно. Ну, это же по месту прописки. Ну, вы же у нас-то не прописаны. Послушайте, вы мне хотите сказать, что вы мне отказываете во врачебной помощи? Никто вам не отказывает. Оказывает, начнутся схватки, поезжайте в роддом. В карантинном отделении вас приемут. Там у нас все цыганки, там бомжи. Да там вообще все без документов рожают. И не забудьте с собой взять постельные принадлежности, пеленку, мыло, туалетную бумагу. Ну, там список есть в приемном покое роддома. Аркадий Семенович, я прихожу к вам. К врачу. Я сижу пять часов в очереди. Я беременна. И вы мне говорите, должна убираться в своясь. А как же... Как же клятва Гиппократа? Ой-ой-ой, Гиппократа вспомнили. Ну, что я могу сделать, если у меня вон инструкции? Нечего. Нечего тут эту мокроту разводить. Не надо. Мы всяких видели. Москва слезам не верит. Ваша Москва. Нам надо что сделать? Нам надо привезти Киру в Москву. Правильно. Звонить не будем. Почему? Ну, что почему? Потому что она рванет куда-нибудь там, по Сибири. Точно. А, точно. А кто поедет за Кирой? Я за мамой. Ну, что вы как дети. Я уже решил все. За Кирой поедет Люба. Я пойду за мамой. Здравствуйте, дорогой мой. У тебя жена беременная. Ну, что я могу с родителями остаться? Вы можете назвать адрес? Да. Город Алопаевск. Улица Речная. Дом 16. Квартира 5. Записать? Не надо. Спасибо. Я запомнил. Ореш. Значит так. За Кирой еду я. А вы все сидите и ждете нашего звонка. Молодец. Разобретите. Ореш. Вот я бы так. Я тебя увидела. Прошу. Все, что вы посмотрели. Подожди. Я папа. Я папа. А я муж. Я не знаю, муж. Какой мне тебе здорово. Я не знаю, муж. Ты, привет. Че ты не отвечаешь? Че, мне отвечаю? Отвечаю. А, я не слышал. Че, что ты? Че, ты ужин там не готов? Извини, пожалуйста. Я не успела. Я как-то чувствую себя нехорошо. Я пойду прилягу. Да, конечно. Кирочка, подви ножки. Спасибо. Парень, 19 лет. Суицидник. А что вы знаете? У нас нужно бегать быстро. Кто быстрее до больного? Мы или смерть с косой? Брагер. Будешь? Нет. Ингарева, скажи, пожалуйста, можно у тебя в школе в интернете посидеть? Ну, в кабинете информатики, я не знаю, или у тебя. А зачем? Ты понимаешь, мне сегодня фактически отказали в медицинской помощи. Ага. Мне нужно кое-что правого беремника, посмотрю. Да, конечно. Конечно, можно. Какие проблемы? Да? Ну, правда, это не совсем будет удобно. Почему? Ну, ты, конечно, ты в положении. Там дети, педагоги. Ну, а чего не подумают? Хорошо, я не знаю, интернет-кафе какие-нибудь есть в городе или нет? Ну, интернет-кафе-то полно. Только платить надо. А ты же знаешь, у нас впереди с тобой сколько трат. Игорь, мне перечислили последнюю зарплату. Ты пойми, если я не оформлю кое-какие документы медицинские, я не смогу получить ни деньги за декретный отпуск, ни за послеродовой. Даже материнский капитал не смогу получить. Я же про материнский капитал совсем не подумал. Конечно, да. Ну, конечно, тогда надо пойти в интернет-кафе и посмотреть. Хотя нет. Да, я лучше в школе сам посмотрю. Ну, это бесплатно. А? Ты напиши на бумажке, чего надо, а я посмотрю. Хорошо. Ну, что, откуда ты? Ты не посидишь со мной, что ли? Посижу, конечно. Кстати, я там 500 рублей оставлял на платье. На подсолнечное масло хватило? Хватило. Что подарить на рождение ребенка? Кроватку или коляску? Я думаю, лучше кроватку, потому что коляску, ну, лучше кроватку. А потом нужны же еще ползунки, одеяло. Вот пеленки, что там, погремушки, наверное, бутылочки, памперсы. Слушай, памперсы, вот памперсы, вот извини, вот мое мнение, ну, от лени все, ты понимаешь? Ну, я не знаю, как нас, вот, меня мать растила вообще без памперсов, они ничего и не жаловались? Материи надо было спросить, жалуются они или не жалуются. Что-что? Да нет, ничего, я говорю, правильно, а то что. Горшку надо приучать сразу. Вот именно, сразу к горшку. Слушай, на горшок. Ммм, слушай, я совсем забыл. Мой горшок-то живой! Мать мне его покупала на рождение. Я вас, подожди, принесу. Сейчас, 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 ага. Здесь она. Вот так. А, вот. Слушай, ну, это, ты, ты понимаешь, горшок, чудо-горшок, а ты говоришь. Кстати, ты свет не погасил опять в ванной. Кир, ну, придет такой счет. Ммм, куда ты ее погасил уже, ну, чего ты? Ой, реклама вроде закончилась. Тебе Серега, кстати, нравится? Безумно. Нету? Актеры классные. Ну, только не понимаю, почему в сериале, где про врачей помешали, понапихали столько, постельник стану. Игорюк, скажи, пожалуйста, а сколько у тебя было же еще? Ну, ты знаешь, я что, спрашиваю у тебя, сколько у тебя... было мужчин. И вообще, кто отец твоего, нашего ребенка? Ммм, да. Добрый день. Здорово. Привет. Привет. Как ты? Чего? Тебе же воздухом дышишь? Угу. Ну, надо же, какие люди. Что, совесть замучила? Я сейчас. Кто бы говорил про совесть? А ты поговори мне, поговори. На работе у себя разговаривать будешь. А здесь, между прочим, мой дом. Вообще-то это мой дом. Это я его построил когда-то для всех нас, если ты забыла. Очень хорошо, что ты мне про это напомнил. Присаживайся. Раньше ты был совершенно другим. И дом этот построил, и меня, и дочь баловал. Только вот я зачем-то свою работу бросила. А тебя никто не заставлял идти на такую жертву. Ты же сама сказала, я буду заниматься домом и ребенком. Так откуда же я знала, что ты просто растворишься на своей работе? Что твои леса и прорабы и поля будут тебе дороже, чем я? Чем наша дочь? Причем здесь Катя? Лена, не передергивай. Ни поля, ни леса и ни прорабы виноваты в том, что ты меня разлюбила. Ты просто нашла себе мускулистого, загоревшего испанца. И уехала с ним. А теперь, когда он тебя бросил, ты вернулась и портишь нервы мне и ребенку. Это я тебя разлюбила, так? Да ты сам про меня забыл уже через год после нашей свадьбы. Бизнес, бизнес. Ну и что вот добился ты всего? Но зато теперь потеряешь семью. И учти, что вот это все тебе придется поделить пополам. Потому что так положено, по закону. Да хоть все забирай. Я еще заработаю. Только дочка останется со мной. Ах, ну надо же, он про дочь вспомнил. А я про нее никогда не забывал. Я все равно этого не допущу. Придумали тоже рожать в 17 лет. Она поедет со мной в Европу. Там тоже хорошие врачи. И я не позволю тебе изуродовать ее жизнь, как ты когда-то изуродовал мою. Оставь ребенка в покое. Тебя забыла спросить. Прости, котенок. Папа, она просто очень несчастная, она одинока, она просто не знает, чего хочет. Возможно. Давай не будем сейчас о ней говорить. Я обо мне не буду. Сейчас, главное, ты. Но ты ее когда-то любил? Любил. И она меня любила. Просто это давно закончилось. Осталась привычка. Наверное, надо было разойтись сразу. Только ты была маленькая, я очень переживал. Скажем так, я полюбил тебя еще за того, как ты родилась. Поэтому я и не уходил от твоей мамы. СТУК В ДВЕРЬ Ну-ну, а меня, значит, в свой кружок не берете? Досекретничались уже. Мам, ну зачем ты так? Я сказала, поедешь со мной. Значит, поедешь. Малыш, мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь. Я поняла. Ты от нас уходишь? Что значит от нас? Как я могу от тебя уйти? Я ухожу от твоей мамы. К другой женщине? Да. Я сегодня уезжаю. Мне через четыре часа в самолет. Я поэтому примчался, чтобы предупредить тебя. Надолго? Мне на два. Послушай, я встретил женщину, которую очень полюбил. И я ее обидел. Она уехала. Я же должен ее вернуть. Ты продержи здесь два дня, хорошо? Угу. Потом я приеду, за тобой присмотрю. Ну, что такое, ну? Пап, не оставляй меня с ним. Ваши хвост ваши. Маленький, ну-ну, ну-ну. Я тебе все очень тихо. СМЕХ 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 ЗВОНОК 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 Черт. Ой. ЗВОНОК 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 Вот Игорь Ивановичу, он после семьи. ЗВОНОК А я к вам. Простите. Войти можно? Пожалуйста. СМЕХ ЗВОНОК ЗВОНОК Присаживайтесь, да уж присяду. Ну вот вы какая! Какая? Да ничего особенного, не Мона Лиза. Да, до Мона Лизы мне, наверное, далеко. Да как до Луны. А что, смотреть на меня пришли? Беременная. А я, между прочим, от него пять абортов сделала. Тура была, идиотка. Пятнадцать лет все ждала. Салфеточки вам вязала. А он тебе письма строчил. Идиот. Как вас зовут? Лида. Очень приятно, Кира. Да знаю я, Кира. Кира свет в оконце. Кира путеводная звезда. Да ты хоть понимаешь, Кира, что все это чушь собачья? Ты, я, этот Игорек наш распрекрасный. Это все чушь. Да вы, похоже, выпили. Конечно, выпила. А что, жалко тебе, что ли? Нет, не жалко. Ты не думай, я не алкоголичка какая-нибудь. Я в мэрии работаю, между прочим. Раньше в школе работала, там с ним и сошлись. Пьет? Кто? А, нет, да, в смысле, ну, понемногу, но каждый вечер. Ну, понятно. Ну, ничего, поживешь с ним, сама попивать начнешь потихонечку. Пятнадцать лет. Это же целая жизнь. И что, из меня ушли? А я никуда не уходила. И я никуда не уходила, потому что я тут и не жила. Так. Иногда приезжала. Игорек же был против того, чтоб я к нему переезжала, понимаешь, категорически. А потом вообще я сказал, что больше не приходила. И ну тебе письма писать. И ты знаешь, что самое обидное? Вот я почему все это терпела? Ты знаешь почему? Да потому что. Потому что он все время толпычал, что ничего постельного у вас с ним не было. И что все это высокие отношения. Понимаешь? А тут нате здрасте. Появляешься ты с брюхата. Я даже знаю, куда ты залетела. Я все знаю, я вычислила. Ты в Екатеринбург к нему летала, да? Когда он на курсы повышения ездил. Сколько вам лет? Тридцать восемь. Хватит выкинуть тоже. Мы же с тобой практически родственники уже. Из одного гарема. Слушай, давай выпьем, а чего-то я не могу разнервничать. А, тебе же нельзя. Ну мне налей давай. Знаешь, где бутылка-то хранится у нее? Конечно, знаю. Бывай. О, господи. О, господи. О, господи. Да я воду наливаю, чтоб Кондратьева не хватило. Сердце у него слабое. Жмот. Да, прижимистый. Есть немного. Немного? Да ты знаешь, сколько у него на карточке накоплено? Сто тридцать тысяч. Долларов. Да каких долларов, окстись? Рублей, конечно. У нее уже две кубышки, уже все, тю-тю, сгорели. Одна в начале девяностых, когда в сберкассах у всех все обнулилось, а вторая в дефолт. В девяносто каком там? В девяносто восьмом. Да, точно. В девяносто восьмом. Чуть с инфарктом в больницу не лег тогда. И вот за все это время ведь ничего мне не подарил. Ни разу. Даже цветочка. Представляешь? Так, на восьмое марта коробка конфет, а на день рождения тортик вместе и ели. А тебе он подарил что-нибудь? Подарил. Цветы когда встречал. Два бутерброда в ресторане. Купил с икрой. С икрой. С икрой. В ресторане. В ресторане. Целых два. Два. Это любовь. За любовь. За любовь. И на что же он копит? Я откуда знаю? Говорит на одинокую старость. Странно. Жениться замок на тебе. Детей бы могли завести. Не помню, какой одинокой старости. Ну ладно, проехали. Давай, будь здорова. Давай, будь здорова. Ты в Алапаевской же никого не знаешь? Ну, помощь нужна будет. Звони, не стесняйся. Пока. Лида. Коли мы с тобой почти родственники. Могу я действительно тебя помощи попросить? Ну? Я пошла в женскую консультацию. И там ваш заведующий отказался меня поставить на учет. Ну а ты сколько предлагала-то? Слушай, он намекал-намекал, а я... Ну ты даешь. Ну давай, иди одевайся. Ну чего стоишь, иди одевайся. Господи боже мой. Проблему решать твою будем. Давай, давай, давай. Что, сейчас? Ну а когда? Я... Давай, давай, давай. Сейчас. Разрешите, дайте пройти ее. Пожалуйста. Аркадий Семенович. Добрый день. Давай документы. А то начнешь там мучать опять. Жди здесь, никуда не уходи. Женщина, вы куда? Из мэрии. С проверкой. Вот, ну и какие этажи. Извините, пожалуйста. Вы посмотрите, что творится. Надо же. Все. Пошли. Извините. Значит, смотри. Третий этаж. Доктор Петрова. Кабинет 307. Врачиха молодая, но по отзывам очень внимательная. Будет тебя наблюдать. Кварцов при мне по телефону договорился. И всего-то за 500 рублей. Да брось ты. Тебе самой чугу-го как деньги пригодятся. Потом отдашь как-нибудь. Лид, спасибо тебе большое. Ой. Пошли. Спасибо тебе огромное. Ой, да ладно. Что бы я без тебя делала? Обращайся, если что. Очень честно. Я, конечно, в шоке от всей этой истории. Вообще тебя не понимаю. Ну, вот же о мылок рядом с тобой. Я же не мунная, Лиза. Ой, да ладно. Чего злости мне скажешь? Мне бы твоей внешней, за мной мужики бы по четверо в ряд выстраивались, бы и с троем за мной колоннами ходили. Конца края бы видно не было. Послушай, ты такой хороший человек. Ты такая красивая. Ты могла бы замуж уйти, и детей родить. Тебе-то зачем он нужен? Ну, ты хоть любишь его? Кого? Ну, ты даешь. Кого? У Игоря, конечно. Или забыла, как отца твоего ребенка зовут? Я очень люблю отца моего ребенка. Хотела бы любить меньше. Не получается. Увы. Ладно. Давай, звони, если что. Пока. Спасибо. Ладно. Гера. Гера, Гера, Гера подожди, прости меня, пожалуйста, Гера. Герочка, прости меня, ты слышишь меня? Прости. Я дурак, я идиот. Я сволочь. Если бы ты знала, как я тебя искал, если бы ты знала, как я боялся, что я тебя потерял, ты слышишь меня, прости, я тебе сейчас все объясню, слышишь, у меня есть дочь, ей 17 лет, она, у нее была несчастная любовь, понимаешь, у нее, я идиот, Гирка, она чуть не покончила жизнь самоубийством, понимаешь, когда оказалось в один день, что вы беременны, вы в один день сказали мне, что я, прости меня, пожалуйста, я так тебя люблю, я тебя больше никогда никуда не отпущу, ты слышишь меня, Кирочка, ты стою, прости меня, слышишь, прости меня, пожалуйста, прости, Ну что вы там, не нацеловали, что я Рамелла, Джульетта, мам, ой, не осторожно, ой, не осторожно, ой, не дорогая, как ты нас напугала, не забрали, ой, бабушка, я уехала, непонятно куда, в неизвестном направлении, никому ничего не скажешь, ну, нас же так можно, Кир, ну, как себя чувствуешь, хорошо чувствуешь, я хочу заплатить, платье отлично, хорошая платья, хорошая платья, да у меня хорошая платья, Про-есть! Рубление лиш gramm, ладно, отлично, я по пути, все помож Duo соберу без стойки, пойдемте, пойдемте к dengue Вы же не поправила, садимся, ты vars MP3, Господи , Олег, Кир, дев, тебя сюда находят, да? Итак! Кир, второй этаж вновь! Так, второй этаж вновь! ГОВОРЯТ ПО ТОМО 28 Вы бы хоть разувались? Между прочим, полы мыло сегодня. Сама? Ничего, сигарёшка устроилась и нанял себе добровольничество. Она им тут полы моет, чтобы эту халопуду выпить. Я не знаю, что надо постараться. Люба, я, между прочим, в этой халопуде живу. Мам, вот это тебе 20 лет писал? Этот? Кира. Нам нужно очень серьёзно с тобой поговорить прямо сейчас. Олег. На единине. Пожалуйста, пожалуйста. Пойдём. Пойдём. Идём. Садись куда-нибудь. Садись. Кира. Я понимаю, что я сволочь. Я... Что я поступил... Я понимаю, что у тебя здесь... Что у тебя... Послушай меня. Мне абсолютно не важно, какое прошлое тебя с ним связывает. Важно то, что я тебя люблю. Понимаешь? Ну, по-моему, это важно. Важно то, что ты носишь моего ребёнка. Что, ну, у нас будет... Олег, не волнуйся, пожалуйста. Я не волнуйся. Волнуешься. У нас с этим человеком ничего не было. Никогда. Он просто друзья, понимаешь? Ты чего смеёшься? Это нервная. Это нервная, понимаешь? Это нервная. Я чувствую, что я теперь до конца жизни буду с тобой смеяться. Лика сказала, что у нас будет девочка. Да. Это здорово. Здорово? Да, это вот. Это потрясающе. Я её никому не отдам, слышишь? Я не отдам её никому. Я не отдам её ни твоему сыну, ни твоей подруге, ни вообще никому из твоих родственников. Я её не отдам. Всё. Ты о чём? Да, и тебе я не позволю. На твоего ребёнка тут живая очередь выстроилась. Лики на родителей. Я, Алёшка твой, и больше всех права качал. Мам, по-другому нельзя было. Да тихо, не прийти, я ничего не слышу. Ты понимаешь, что они все сошли с ума? Они все сошли с ума. А чего там притихли? Су? Что? Вылезайте оттуда. Мне вот не нравится. Поехали. Мне здесь тоже не нравится, мам. Всё, поехали домой. Лёша, как Лика? Лика нормально, всё хорошо. Опять на яблоки перешла. Да хватит вам там сидеть-то. Тоже мне скрыли из глаз общественности. Всё равно я вас слышу, и сейчас я вас увижу. Олег, до Екатеринбурга 160 километров. Мне бы ещё не хотелось опоздать в аэропорт. Послушайте, а вы с ума сошли все, что ли? Почему вы думаете, что я собираюсь куда-то уезжать? Бросить порядочного человека, который приютил меня здесь, который живёт самому. Да потому что тут нечего делать, а главное нечего. Люба, можно я сам? А, ну пошёл, пошёл, Старешенко. Уходим, что-то стоишь, как стол печь. Растанет. Порядочный человек? Да, порядочный человек. Приютил. Приютил. Хорошо, хорошо. Я тогда тоже остаюсь здесь. Это в каком смысле? Ну, в прямом смысле, порядочный, гостеприимный человек. Почему не остаться у него жить? Я сейчас пойду, приготовлю ужин, поставлю свечки, будем все вместе ждать твоего этого порядочного. И до каких это пор ты собираешь, что ставить свечки, готовить ужин и жить вообще? Вы с ума сошли? Пока ты не родишь мне ночь. Мало того, что мать твоя на снастях, она ещё больная на голову. Да, знаю. Это беременный психоз. Я уже с этим сталкивался. Знает он, учёный. Мам, я остаюсь здесь. Так, я тоже остаюсь. Тётя Люба тоже. Я тоже остаюсь. Ну, Игорёшка, держись. Чёшь, Люба? Ой, Люба, ой, Люба. Ой, Любушка, Господи. Ты не ушёл. Мы не садимся. Я не садимся. Мне смешно, между прочим. Мама, ну как тебе? Презупреждать надо, Кир. Смотрела. Ну, остаёшься здесь, да? Поехали домой. У меня есть время написать письмо. Записку. Есть. Нет. Пять минут. Есть. Уходим. А ну, давай, пристань. Зачем? Давай, давай. Это мне удобно. Давай, нормально. Спасибо. Устроились? Да. Теперь, дорогая мама, вот что мне скажи. Ты на что рассчитывала? Ты ведь прекрасно знала, что не я, не тётя Люба, не Олег Петрович, как выяснилось, не будет сидеть, сложа руки. Зачем нужен был этот сыр? Лика чуть не родила раньше времени. Ну, так получилось. Но вы же не могли поверить? А кто бы мог? Я поверил. Просто я дурак был. Дурак. Ну, убегать всё-таки не надо было. Потому что ещё бы немножко, и у дочки не было бы папы. Или был бы отец инвалид после инфаркта. Хорошо, что ещё мы вовремя приехали. А то бы этот Игорь, Золушку бы её зафрахтовал. Кушать подано, обед в кладильнике, она ему честольчик сломанный, тысячу отвалила. Игорь, между прочим, замечательный человек. Да. Он, конечно, ну... Ой, ну я молчу. Да, да, он джедант. Об остальном, в принципе, очень хороший человек. Конечно. А он и в юности был хороший. У человека, который целая вечность пишет любовные письма без взаимности, не может быть всё в порядке с головой. Да, да, да. Как вам не стыдно? У человека был свой светлый идеал в жизни. И вдруг этот идеал припёрся к нему беременной. И он, между прочим, не выгнул меня на улицу, а хотел официально опорнить отношения, чтобы у ребёнка отец был. Он даже кроватку хотел купить. Взлитой человек. Приедем в Москву, пошлёбнем ему коллективную телеграмму. Любовную. Всё, я спать. Лёшка, держи мне за ручку, а то я бабайки боюсь. Лёшка, держи мне за ручку. Лёшка, держи. Лёша, держи мне за ручку. Моё, держи мне за ручку. Лёша, держи мне за ручку. Степа! 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 Спокойно. Я спокойно. Вот, милиция едет. Сейчас разберётся во всём, конечно. Слава богу, быстро приехали. Привет, дорогой! Нет, мы никуда не едем! Милицию ждём! Да эти Кирку обворовали, а мне какая-то горилла заехала мешком по лицу. Ах, нет, моровку мы схватили! Только вот с вашей, по-моему, неприятности. Давай, они тебе все расскажут. Представляешь, Олеж, какие-то предложения сделала. Неожиданно, да? А? Где я? А я даже не знаю, где. Олеж, а где мы? Шоссейная 5. Шоссейная 5? В каком городской, я не знаю. Пройдёмте сюда. Я тоже еду, я свидетель. Пройдёмте сюда. А ты чего свидетель, а у тебя вообще там не было? Где там? Где там? В Крагандин. Ага, в Крагандин. Да, я не влезаю. طише. Тихо. Ага, в Крагандин. Тихо. 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 Может быть, девушка. Тут кто-то вот это, тихо. Да туда. Тихо. Да. Как мы раньше не догадались, вы с Олегом Петровичем едете к нему, мы с Лёшкой едем к его папе, а его папа... Держи. Спасибо. А его папа вместе со Светой переезжает сюда. Здорово, правда? Здорово. Тебе это нужно? Это... А вам не нужно? Да некуда вроде. Ну, я не знаю. Смотри. Что такое? Что случилось? Поясница. Это, наверное, похолодает. Лёш! Кирилл Анатольевна, мне кажется, началось. Что, хорошо? Не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся. Ничего страшного, всё хорошо. Всё хорошо. Ну-ка, дыши носом. Не волнуйся. Лёша! Что? Лёш, началось, Лёш. Уже? У кого? У Лики. Так, возьми себя в руки. С вами с ума сойти можно. Мам, что мне делать? Быстро. Сделал нормальное лицо и пошёл собирать вещи. И не забудь документы. Какие документы? Паспорта мой, пояс? Лёша, а если ты немедленно возьмёшь себя в руки, твоя жена родит прямо здесь. И ты будешь принимать у неё роды. Только не это. Быстро. Лёша, 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 успокойся. Ну, не плачь. Ну, осторожно. Ну, всё будет хорошо, мой хороший. Ну, что ты так волнуешь? Дыши. Всё хорошо. Как раньше говорили, дыши. Садитесь, лягайте. О, Господи. Аккуратно. Значит, тебе обязательно сделают анестезию, слышишь? Мы всё заплатили. Тебе сделают обезболивающую, ребёнку сделают. Лёш, что ты говоришь? Лёш. Мам, ну скажи ей, что всё хорошо будет. Да всё хорошо будет. Вот. Мама же говорит, что всё хорошо будет. Значит, всё хорошо будет. Папаша вашему тоже безболивающим мешает. Грамм двести. А вы, кстати, чей папаша? Лика, аккуратно. Вот сейчас на диванчик сядем. Всё, мы уже пришли. Сейчас нам всё поменять. Здравствуйте. Здравствуйте, я вам Смирнова, Анжелика. Аккуратно. Лёша, принеси документы. Вы двоих привезли? Нет, нет, одно. Так, я прошу немедленно сделать моей жене анестезию. Вот документы, мы всё оплатили. Хорошо? Хорошо. Что, не страшно? Нет, совсем не страшно, совсем не страшно. Не успокойся. Ну, ну что? Вот, врач пришёл. Кирилл Анатольевна. Не бой так. Вот я ещё, вот я её вещь. Не надо бояться, всё будет хорошо. Пойдёте, давай. Лёша. Давай, с Богом. Лёша, мне не больно будет? Да я откуда знаю лико? Ну, Заяц, давай. Всё хорошо. Сильная, давай, давай. Давай, давай, давай. Что теперь? Что теперь? Что теперь? Ну, вся информация будет справочной. Молодой человек, ну не так скоро. Не сейчас. Ну, первородящее. Всё может продолжаться в течение 12 часов. Домой езжайте! Лёш, поди сюда, Лёша. Лёша, иди сюда быстро. Лёш, ты с ума сошёл? Успокойся, это даже неудобно. Ебогу, как в детском саду. Я туплю. Я туплю, я туплю. Лёшенька, поезжай домой. Я забыл. Ты ведь у меня тоже это... Так, давай-ка я сбегаю, поймаю машину. Ты поедешь домой, я подожду лику. Лёшка, это ты поедешь домой, а я останусь. Не-не-не, как я лику-то оставлю? Я сейчас позвоню, я сейчас позвоню. Лёш, ты тебе сказали, 12 часов, не надо никуда звонить. Приезжай домой, ты поспишь, отдохнешь. Я лику не оставлю, я лику не оставлю. Давай домой быстро, Лёша. Лёшка, мне надо здесь остаться. Мама. Позвони, пожалуйста, Олегу. У меня мама ворожает. Нужно тоже сделать анестезию. Сидите, давай. Лёша, успокойся, пожалуйста. Сестра! Извините, пожалуйста. Мама, мама, она сейчас. Тихо. Ты что, с ума сошла? Алфа, что такое? Бегу, я с тобой. Бегу, я с тобой. Ну, что ты сейчас? Ну, где ты ходишь? Ты не спахнешь? Ну, что такое? Вот, что у нас есть. Договариваю. Ну, что? Здрасте. Где она? Кто где? Вон там она, по-моему, живет. Тихо, подождите. Пойдемте. Пойдемте все. Пойдемте, пойдемте. Что вы стоите? Пойдемте. Давай, Лёша. Давайте, давайте. Иду, иду, иду. Ой, дети, не велика. Я вообще не знаю, как... Я забыла. Я сказала. Иди как. Ой, скучаю. Очень скучно. А, зараза. Ой, давай. Подождите, подождите. Подстроились, подстроились. Хорошее сказать передачи детей. Сейчас. Кикса. Кикса. Бери. Бери, бери. Мама. Спасибо, спасибо. Мама. 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 Мы спешим. Я не знаю. Я не знаю. Пошел я ненам... Пошел я ненам. Пошел я ненам. Пошел я ненам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Объявляю вас мужем и женой. Вы можете поцеловать свою законную супругу. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю! 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 Олежка, поздравляю! Поздравляю! Мама, ты снова вышла замуж? Поздравляешь нас с Ликой, да? Сессию, между прочим, никто не отменял. Счастья вам! Спасибо! И вам! Спасибо! Спасибо! Позвольте его выразить, наконец, с законным браком. Кир, Кир! Я договорила, чтоб детей сейчас записали. Имена выдумали. Мы с Олегом выбрали. Какое? У нас такое замечательное имя. Я так давно хотела девочки с этим именем. Они всегда счастливые, красивые, добрые. Их так любят все. А я не говорила тебе? Ну, нет. Люба? Ах! Тихо-тихо-тихо. В грезные матери пойдешь? Пойду. А как внука назовем? Я тут вспомнил два старых забытых русских имени. Я вас умоляю, только не Калистрат, хорошо? Да, и не Евстафель. А как насчет Коли? Отличное имя. Не-не-не, подождите. Тебе нравится? Тебе нравится? Дочь? Мне нравится. Ах! Николка! Николка! Дочку Кати как назовем? Папу. Можно? Ну, говори. А свою дочку я хочу назвать Кирой! Молодец! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Да, любимый. Мы в парке гуляем. Угу. Кира спит, и башка признечит. А Катя в магазин побежала. Сейчас вернется. Ну что, мы ждем тебя к ужину? Угу. Угу. Хорошо. Пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пойдем. Куда? Мама, ты только не ругайся. У нас сюрприз. Что, еще один? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет! Ваня Круглов приглашает к себе на защиту Дейсера. В общем, мы приглашены, мам. Понятно. Посидишь еще с одним? Ну, Кира Анатольевна, пожалуйста. Бабушка ты или не бабушка, а? Все, уходим. Пошли, пока она не передумала. Завтра будем со всеми сидеть. Идите. Субтитры создавал DimaTorzok